Внимание, сказал Цан Минфын. Нинцы даже слегка испугался, но ему не стал об этом много думать. Хорошо, после чего драконы продолжили рыть яму драконы отпустили этого мальчишку. Если бы я знал, что они такие добрые, сам бы туда пошел. Многие просто ревели про себя. Здесь вокруг было много золота, большинство осколков было на поверхности, но они были маленькими, самый сок был глубже в земле. Нинцы, подойдя к выбранному месту, ощупал землю. Здесь она была очень твердая. Обычный боевой предмет не сможет здесь и сантиметра выкопать. Похоже, земля стала такой из-за энергии, источаемой небесным золотом. На у Нинцы есть меч убийцы драконов. Он резал камни в небесной тюрьме как Тафу, поэтому менее чем за полдня выкопал яму глубиной около 10 футов, но подземной реки он так и не увидел. Скорость Нинцы поразила всех, кто был поблизости. У них у всех есть лопаты, которые можно сравнить с оружием земного ранга. За день они могли вырыть яму максимум, глубиной с их ногу. Скорость этого юнца ужасает. Старший брат, почему ты так добр к этому ребенку? Есть что-то, чего мы не знаем. Он копает быстрее нас. За полчаса я кажется видел, как он достал три больших куска небесного золота, спросил один из драконов Цан Минфына. Цан Минфын также был немного удивлен. Похоже у его меча ранг и класс не слабее наших лопат небесного ранга низкого класса. Подумав немного он продолжил. Почему я так добр к нему? Ты сам разве не видел? Он нас совершенно не боится. На это есть только две причины. Первая, он сумасшедший. Вторая, у него есть какой-то козырь. Я не думаю, что он сумасшедший. Поэтому скорее всего у него есть что-то, из-за чего он так бесстрашен. Нам незачем наживать себе проблем, мы копаем золото. Он копает его в сторонке от нас, всемирно и спокойно. О, я понял. Трое драконов кивнули. Из них четверых, только Цан Минфын был более опытным и мудрым, поэтому они трое всегда слушались его. Похоже сегодня они смогли избежать проблем. В небе третий дядя, продолжая скрываться ото всех, наблюдал за Нинци и его мечем убийцы драконов. Он медленно копает. Может помочь ему? Третий дядя колебался. Он хотел посмотреть, реально ли подземная река и сможет ли она привести к сокровищам древнего императора. Я уже почти целых три метра выкопал, почему я ничего не вижу? Нинци был весь в грязи и вспотел. Рядом с ним лежало пять кусков небесного золота размером с кулак. Если честно, то выглядели они как обычное золото, совершенно непримечательные. Брат Бэйсюань, ты можешь продать эти четыре куска золота? Нинци был так увлечен, что не заметил, как к нему подошел Цан Минфын. Нинци слегка испугался, но рассмеявшись, он поднял четыре куска золота и бросил их в сторону Цан Минфына. Вот Берия, что вот так просто. Цан Минфын был ошеломлен. Трое его братьев были в смятении, но стали смотреть на Нинци более дружелюбнее. В то же время они снова преклонились перед мудростью Цан Минфына. Они бы не отнеслись к Нинци вежливо и безусловно бы начали с ним драться. Тогда они не смогли бы получить эти четыре куска золота. Глава 644 Глава 644 Мне они все равно не нужны, так что забирайте. Нинци громко рассмеялся и продолжил копать. Увидев это, Цан Минфын глубоко вздохнул, взглянул на своих троих младших братьев и обратился к ним через передачу звука. Видите, есть много вещей, которые можно решить без насилия. Если будете устраивать везде бойню, то рано или поздно наживете себе много проблем. Старший брат, мы поняли. Трое младших кивнули ему и посмотрели на золото. Пока у них есть оно есть, они смогут пробудить в себе родословную. Тогда их сила увеличится как минимум на один уровень. Давайте продолжим копать еще месяц. Если больше ничего не сможем выкопать, то вернемся в клан. Что касается этого золота, то используем его в первую очередь, сказал с улыбкой на лице Цан Минфын. Прошло полдня, Нинцы все рыл и рыл. Сейчас он достиг глубины в 10. Джан и наконец почувствовал, что почва становится влажной, поэтому он ускорился. За это время Нинцы также добыл несколько кусков золота, от чего некоторые стали завидовать и ревновать. Кто-то даже подумал украсть их. Слишком медленно. Третий дядя покачал головой и выстрелил ладонью. Невидимая сила мгновенно пронзила середину кратера. После чего земля просто ушла у всех из-под ног. Никто не был готов к тому. К счастью почти все были выше боевого короля и просто взлетели в воздух. Они были удивлены, обнаружив, что внизу появилась бурная и темная река. Что происходит? Этот все из-за того пацана. Все с подозрением посмотрели на Нинцы. Нинцы показал невинную улыбку, пожал плечами. Расстояние от него до той ямы, где была река, было большим, что доказывало его непричастность к этому. Но про себя Нинцы не был так уверен. Это же не он виноват, правда? Эх, тут уже нет смысла копать. Все свалилось в реку. Давайте пойдем в другой кратер. Кто-то вздохнул и направился к другому кратеру. Но произошедшее здесь, привлекло множество зевак. Старший брат, что это за река? Интересно, может быть там есть какое-то сокровище? Никто из нас не знал, что здесь есть подземная река. Откуда ты знаешь, что здесь что-то есть? Драконы клана Цанмин начали обсуждать ситуацию. Цанмин фэн кивнул. Все возможно. Кроме них, были и другие, кто думал так же, поэтому они не стали уходить, а просто ждали. Нужно было прощупать почву. Вдруг в этой реке живет какое-то могущественное существо? Если опасности нет, нужно будет изучить реку. Призрак сказал, что следуя за рекой я смогу добраться до сокровищницы Гусаньда. Похоже, сначала нужно будет восстановить бронзовую марионетку. Когда Нинци купил родословную древнего Титана, его монеты дракона были на нуле, поэтому он не мог восстановить марионетку, которую изрядно повредила древняя черепаха. Теперь у него есть более 13 тысяч монет дракона, их было более чем достаточно для ремонта. Также он оставил небольшой кусочек божественного камня, его хватит, чтобы марионетка проработала минут 10. Система «Я хочу починить бронзовую марионетку». В связи с серьезными повреждениями это будет стоить 10 тысяч монет дракона. Производить ремонт? Давай в следующий момент в пространстве марионеток. Большущее тело гиганта начало светиться слабым фиолетовым светом, она постепенно начала восстанавливаться. Когда она восстановилась, Нинци полетел прямо к темной реке. Цанминфен увидев это, немного поколебался, но все же дал сигнал своим братьям и они также проследовали к реке. «Тоже пойдем, там не должно быть опасно, это просто река. Если что-то произойдет, то просто убежим, бояться нечего действительно». Решившись, люди и демонические звери направились к реке. Среди них был Пуинкан. Нинци не стал останавливаться и полетел прямо вдоль потока, в то время как большинство начали осматривать округу. Через некоторое время, кто-то радостно воскликнул, кажется, что здесь действительно можно найти что-то хорошее. Этот цветок инь-янь, я и вообразить не мог, что он существует, а этому еще и целых три тысячи лет. Какая польза от этого цветка? Эффект невелик, но этот цветок является одним из ингредиентов древней алхимии. Используя его можно создать какую-то из потерянных таблеток. Здесь как минимум тысяча этих цветов, в глубине наверное еще больше. «Пошлите, нам не нужно грызться за них», с этими людьми сказал Цанминфен. Хорошо, младшие братья кивнули Фыну и последовали за потоком реки. То, о чем подумал Цанминфен, пришло в голову не одному ему. Множество людей и демонических зверей также последовали за потоком. Нинци летел вдоль потока целый месяц. Иногда из реки выпрыгивали демонические звери, но все они были убиты нинци. Демонические звери, заметив это, хоть и рассердились, но не стали что-то предпринимать. В реке были демоны, которые не имели разума, поэтому выразив свое недовольство, продолжили путь. Если бы нинци сейчас был на поверхность, то понял, что возвращается к тому месту, где был призрак и даже был в радиусе его атак. Если бы не третий дядя, который уничтожил призрака, то он скорее всего уже бы начал убивать прибывших. Внезапно перед всеми появился странный туман. В нем было что-то странное. Нинци и другие остановились. Никто не хотел действовать вслепую. «Брат Фын, что ты думаешь?» Нинци посмотрел на Цанминфена. Цанминфен настороженно посмотрел на туман, сказав, этот туман похож на защитный массив. Защитный массив Пуэнкан, прибыв чуть позже, поразился, услышав эти слова. В Восточном Удун только у великих семей и высших секты были защитные массивы. Никто никогда не слышал об этой черной реке, а это значит, что, то место за массивом еще не изведано, но там может быть крайне опасно. Все вдумчиво посмотрели на туман. В этот момент из него вылетела черная тень и превратилась в гигантскую ладонь, которая схватила ближайшего великого боевого императора Один Горанга и втянула в туман, после чего на всю округу раздался жалкий вопль, а затем все опять стихло. Увидев это, все тут же отступили подальше. Произошедшее напугало многих смельчаков. Глава 645 Глава 645 Мастер Чен Мань умер вот так. Он был отличным воином, который прожил более 200 лет. 200 лет тяжелой работы и вот так вот кончил. Что это за рука? В этом тумане есть какое-то чудовище. Многие люди знали мастера Чен Маня, кто-то пришел с ним добывать золото. Гибель друга очень опечалила его друзей. Этот призрак послал меня сюда. Он что хотел сознательно убить меня? Глаза нинцы слегка сузились. На самом деле, он неправильно понял призрака. Если бы третий дядя не уничтожил его, то он бы достаточно безопасно прошел сквозь туман. Мы не сможем решить это сами. Нужно пригласить старших, сказал Цан Мин Фэн. Старший брат, мне пойти ли сообщить старейшине? Спросил один из его младших братьев. Да, иди. Кивнул Фэн. Дракон развернулся и покинул это место. Мы собираемся пригласить старейшину. Ага. За этим туманом есть что-то хорошее. Тогда я тоже пойду. Пойдем в город Цанцы и позовем лорда Цу. Поторопитесь ребята, мы должны опередить этих людей. Конечно. Люди, демонические звери и драконы, все отправились за старшими своих рас. Только они смогут разрушить этот массив. Пока все ждали, появился один крайне безумный смельчак, который с разгону бросился в туман. Но как только он приблизился к нему, туман всосал его в себя и он исчез. Постепенно в это место пребывало все больше и больше людей. Многие начали расспрашивать других о происходящем. Пуэн Кан был полон энтузиазма. Его расспрашивали и он отвечал им. Нескольких счастливчиков, которые решили броситься в туман и он спас их от этой глупости. Этот массив даже для меня опасен, создавший его безусловно не слабее боевого монарха. Третий дядя, прятавшийся в тени, наблюдал за туманом с небольшим страхом и любопытством. Ну, первым я не полезу, пусть другие проверят ситуацию. Если хозяин массива умер, то я смогу его разрушить. Семь дней прошли в мгновение ока. Нинцы все это время спокойно ждал. Пусть страшнее поколение разбирается с этим массивом, после он легко сможет войти в него. О, сюда даже она пришла Нинцы почувствовал знакомую ауру, обернулся и увидел Ли Мочоу в группе с юношами и девушками. Юноши были примерно на уровне Ли Мочоу. Один из них прошел двое испытаний жизни и смерти. Также был мужчина средних лет, которого Нинцы очень хорошо знал. Им был никто иной, как дедушка Нинцы, Нинсюань, старейшина секты пяти ядов. Он и Ли Мочоу, увидев его, обрадовались. Ли Мочоу была рада его видеть, потому что знала, что Нинцы собирался украсть меч водного дракона в столице небесного демона. Это было чрезвычайно опасно. Раз он здесь и в порядке, значит миссия прошла гладко. Нинсюань был рад, потому что он никогда не ожидал встретить здесь Нинцы. Для него это было очень неожиданно. Увидев, как Нинсюань летит вместе с Ли Мочоу и другими, к Нинцы, Цан Минфын обратился к юноше. Тебе нужна помощь? Он получил четыре куска небесного золота от Нинцы и хотел отплатить за доброту. Он думал, что группа Нинсюаня имела злой умысел по отношению к Нинцы. Брат, не нужно, они мне не враги Нинцы хмыкнул. Затем полетел к Нинсюаню и почтительно приветствовал его. Нинбэйсюань приветствует дедушку. Нинбэйсюань, дедушка, это мой псевдоним. Я буду использовать это имя в будущем, сказал Нинцы через передачу звука. Нинсюань был в недоумении, но быстро осознал, что Нинцы скорее всего был осторожен и хотел избежать своих врагов. Он улыбнулся и спросил Нинцы. Младший Нин, давно не виделись. Для меня большой сюрприз встретить тебя здесь. Он уже осмотрел Нинцы и увидел, что тот на один им испытании жизни и смерти. В последний раз, когда он его видел, а это было не так давно, мальчишка был только боевым императором Семь Гуранга. Такая скорость была просто чудовищной по меркам его секты. Дядя, старик время от времени думает о тебе. Когда ты вернешься, навестить его? Спросил Нинцы. Я вернусь, когда у меня будет время? Я тут нашел пару таблеток, которые помогут ему в культивации. Позже я навещу его, ответил Нинсюань. О, я понял. Нинцы знал, что Нинсюань собирал алхимию для своего младшего брата. Не беспокойся. Нинцы засмеялся, увидев немного взволнованное лицо Лимочу. А, ты ее знаешь? Нинсюань немного удивился. Откуда Нинцы знает святую секты Пятиядов? В этот момент юноша и девушка, стоящие за Лимочу, почувствовали растерянность. Фамилии старейшины Нин и этого юноши были одинаковыми. Они всегда думали, что у старшего Нин не было семьи. Этот юноша из его младшей? Откуда он знает святую их секты? Юноша, который прошел двое испытаний жизни и смерти, посмотрел на Нинцы враждебным взглядом. Время от времени смотря на Лимочу, по-видимому, он пытался догадаться об отношениях между Нинцы и Лимочу. Мы встретились в городе Цаньцы, ответил Нинцы. Он не хотел выставлять его реальные отношения с Лимочу, чтобы не вызвать лишних проблем. А Нин Сюань знал, что Лимочу некоторое время назад отправлялась в тот город. Неудивительно, что они познакомились. Хорошо, позволь мне представить тебе этих людей. Это ученики-наследники секты Пятиядов. Нин Сюань Дун представил всю группу Нинцы. Трое юношей и одна девушка. Девушку звали Люцзин, боевой император Три Горанга. Троих юношей звали Цио, Мо Сю и Душа Алин. Первые двое были на том же уровне, что и девушка, но третий Душа Алин, пиковый боевой император, преодолевший двое испытания жизни и смерти. Когда Нин Сюань представлял его, он состроил высокомерную моську, слегка кивнул Нинцы, по его виду казалось, что он не желал тратить свое внимание на Нинцы. Душа Алин находится на 168-м месте в рейтинге дракона. Он самый лучший ученик молодого поколения в секте Пятиядов. Вы надо подружиться друг с другом, сказал Нин Сюань. Душа Алин, услышав это, вспыхнул еще большей гордостью и высокомерием. О, 168 и кратко и в рейтинге. Его база культивации выше, чем у Фан Мо, но в рейтинге он ниже. Похоже, что он не особо то и силен Нинцы, лишь слегка кивнул и начал описывать ситуацию Нин Сюаню. Увидев такое поведение, Душа Алин слегка нахмурился. Глава 646 Глава 646 Ц.О. Мусю, племянник старейшины Нин, кажется, не слабый. Я не могу точно увидеть его уровень, но он, похоже, все же слабее, чем старший брат Душа Алин. Почему он такой гордый? Это из-за того, что он из семьи Нин? Насколько мне известно, семей с такой фамилией очень мало. Не более 20 и они не очень-то сильные, сказал Людзин через передачу звука. Не беспокойся об этом. Мы отправились на поиски нашей святой, а тут нам подвернулся удачный случай. Лучше сосредоточиться на тумане впереди, ответил ей Мусю. Да, как бы не гордился этот парень, если бы его семья была сильнее, чем наша секта пятиядов, то старший Нин не вступил бы в секту. Лишь Алин втюрился в святую, основывая на его характере. Он захочет разобраться в их отношениях, так что позже увидим хорошее шоу, улыбнулся Ц.О. Людзин, услышав это, хмуро посмотрела в сторону Ли Мочу. Она вспомнила, что когда Хуи впервые приняла Ли Мочу в качестве своей наследницы, то была просто мусором. Она даже не была боевым королем, но за каких-то два года полностью изменилась и сейчас была боевым императором шесть гуранга, а это на три ранга выше, чем она. Хорошо, что ей суждено жениться на сыне Хуи. Хуюе, так она не будет мешать ей завоевать любовь душа Алиня, которого она очень сильно любит. Сейчас ей тяжело сблизиться с ним, потому что Шалин любит Ли Мочу, из-за чего она чувствовала ненависть к этой девушке. Они тайно молились, чтобы Ли Мочу в гигантском лесу сожрали, но к сожалению, ее мольбы не оказали должного эффекта. Мало того, Ли Мочу стала еще сильнее. Итак, в этом тумане есть существо с как минимум в сфере боевого предка. Выслушав информацию от Нинцы, Нин Сюань с ужасом посмотрел на туман. Боевого предок? Значит за туманом много ресурсов. Возможно я смогу здесь найти свою возможность для прорыва. Душа Алина сиял радостью. Он уже давно застрял на пике 2 го испытания жизни и смерти. Ему осталось сделать пол шага до 3 го испытания, которое также являлось последним испытанием жизни. Ему нужно много ресурсов, но секта 5 ядов не могла предоставить столько, поэтому он может полагаться только на себя. Сейчас мы ожидаем появления нескольких старейшин. Просто подождем пока они не снимут массив, сказал Нин Ци. Вот и хорошо слегка улыбнулся Нин Сюань. Это драконы? Глаза Нин Сюань внезапно остановились на группе Цан Мин Фына. Когда Фын увидел, что мужчина смотрит на него, повернулся к нему и улыбнулся. Нин Сюань застыл от такого, почему этот дракон ведется себя так странно. Кто-то идет. Их много. Лорд Цу. Дракон 8 Горанга клана Цан Мин тоже здесь. О, старейшина секты Юйданы. Перед всеми появились 9 экспертов с разными аурами. Все стали выжидательно смотреть на них. Всем было интересно смогут ли они справиться с массивом. Цу Ци, что ты думаешь? Мужчина средних лет, ростом около 1 джан посмотрел на Цу Ци. Это был дракон 8 Горанга из клана Цан Мин. 9 боевых предков, от 1 года 10 Горанга, но среди самых сильных были именно они. Лорд Цу и дракон 8 Горанга, поэтому последнее решение было за ними. Цу Ци посмотрел на Цан Мин Лана, а после на Туман и слегка нахмурился. Это место было очень близко с его городом, по сути это его владение, но даже он не знал, что здесь есть что-то подобное. Сейчас ему нужно было принять решение, действовать самому или послать обычных демонических зверей 8 Горанга. От этого массива исходит аура демонов, вероятно, его установил эксперт Империи Небесного Демона, так что всем лучше отступить, сказал равнодушно Цу Ци. Цан Мин Лан услышав это, слегка улыбнулся и отошел более чем на 10 джан. Остальные боевые предки последовали его примеру. В этот момент Тысяча Паргла смотрела на Лорда Цу, ожидая его действий против массива. Цу Ци шагнул в Туман, он уже знал, что оттуда должна появиться рука, поэтому был готов к этому и сразу же ударил, когда она появилась бабах. Гигантская рука начала разваливаться и мгновением позже полностью исчезла, как будто ее и не было. Гигантская рука побеждена. Массив разрушен. Толпа была удивлена. Старейшина, если гигантская рука уничтожена, массив считается разрушенным, спросил Цан Мин Фыну Цан Мин Лана. Не все так просто, смотри дальше, ответил ему Цан Мин Лан. Как и говорил дракон, после исчезновения руки, спустя вздох она снова появилась и понеслась навстречу Цу Ци, но ее опять уничтожили и так несколько раз. Все уже начали догадываться, что в Тумане нет никакого существа, а это рукозащитный механизм массива. Похоже, что нет никакого способа разрушить этот массив, подумал про себя Нин Сюань. Душалин нервно сжал кулаки. Он надеялся на то, что массив все же разрушат и тогда он сможет получить необходимые ему ресурсы. Цу Ци больше не мог терпеть, громко взрывев, он превратился в огромного монстра длиной более 30 футов, с крыльями на спине и черным телом, похожим на льва. Огромный, древний зверы. Демонические звери завороженно смотрели на Цу Ци. После превращения, аура Цу Ци стала в несколько раз сильнее и он ринулся прямо в туман. Люди стали замечать, что защитный массив, как будто начал рассеиваться. Все начали представлять сражение Цу Ци против гигантской руки. Бум. Раздался громкий грохот, Цу Ци вылетел из тумана и снова превратился в человека. Сейчас его лицо выражало глубочайших страх. Глава 647 Глава 647 Даже ты не смог разрушить массив. Цан Мин Лан насмешливо посмотрел на мужчину. Хайм Им Им. Если хочешь, можешь попробовать. Цу Ци вытер с арта кровь и холодно фыркнул. Он с уверенностью мог сказать, что за созданием этого массива стоит как минимум демонический зверь 9 Гуранга. Даже если он прорвется сейчас до 9 Гуранга, у него будет только 30% шанс разрушить этот массив. С его нынешним уровнем он мог только защищаться. Я думаю, что нам стоит объединиться и попробовать разрушить его предложил Цан Мин Лан. Объединиться. Цу Ци насмешливо улыбнулся. Он оглядел остальных боевых предков с некоторым оттенком презрения. Хайм Им Им. Он такой высокомерный. Боевые предки разозлились на такое отношение. Один из трех старейшин секты Юэйдань, Хуан Хайтаа, нахмурившись, обратился к Цан Мин Лану. Лорд Лан, я согласен с вами, если лорд Цу не хочет объединяться, просто попробуем 8 М. Даже если мы не справимся с массивом, то не умрем Хуан Хайтаа, самый сильный боевой предок 9 Гуранга и 3 по силе после Цан Мин Лана и Цу Ци. Он также имел очень высокое положение в сетке Юэйдань. Как только он предложил это, остальные 6 боевых предков кивнули в Зак Согласия. Ну, раз лорд Цу Ци не хочет, то и не надо. Попробуем сами Цан Мин Лан кивнул им. Затем 8 боевых предков ворвались в туман. Туман опять начал растворяться, даже более интенсивнее, чем когда сражался один Цу Ци. Справятся ли они? Лорд Лан и другие должны справиться. Если этот массив не контролирует боевой монарх, то они сломают его. Нужно приготовиться. Путь они заберут себе большую часть. Мы по крайней мере сможем урвать кусочек торта. Старший Нин, нам нужно быть на готове. Тут все захотят поживиться тем, что находится за массивом. Мы не должны упустить свой шанс, сказал Душа Алин. Люд Зин, Мо Сю и Ци О кивнули. Старший брат Ду прав. Ли Мо Чоу посмотрела на Нин Ци. Она знала, что Нин Ци рядом. Даже если другие захотят что-то получить, навряд ли у них это получится. В этой ситуации ей может помочь талисман невидимости подаренной Нин Ци. Главное безопасность. Возьмите столько, сколько сможете. Но главное остаться в живых, сказал Нин Ци Оань. Позже он отправил передачу звука Нин Ци. Когда массив падет, следуй за мной. Да, дедушка кивнул Нин Ци. Бам. Раздался громкий шум. Из тумана вылетели восемь боевых предков. Цан Мин Лан не был сильно ранен. Но самый слабый из них, боевой предок Один Гуранга был без руки. Он даже не успел ее забрать, потому что был дико напуган. Что случилось? Все были поражены. Даже эти восемь боевых предков не справились. Похоже, что мастер, создавший этот массив, просто ужасен. Старейшина Хуан. Вы в порядке? Ученик секты Юйдань в панике подлетел к нему. Если что-то случится с Хуан Хайтаа, их сильно накажут, когда они вернутся в секту. Старейшина Лан. Вы в порядке? Цан Мин Фын и его братья подлетели к мужчине. Все нормально. Цан Мин Лан махнул рукой и в ужасе посмотрел на туман. Подтвердив, что у Хуан Хайтаа не было тяжелых травм, ученики секты Юйдань облегченно вздохнули. Боевой предок без руки сейчас был несчастен. Рядом с ним его молодое поколение с горечью смотрело на его рану. Хе-хе, что, не смогли? Рассмеялся Цу Ци. Лорд Цу, давайте без сарказма, сказал боевой предок Семь Гуранга. Цу Ци холодно посмотрел на него. Ты что-то имеешь против моих слов? Боевой предок Семь Гуранга вздрогнул. Он совсем забыл, что этот тип очень вспыльчивый и имел плохой характер, поэтому быстро сказал. Лорд Цу, вы неправильно поняли, я. Хватит. Главная задача – найти способ избавиться от этого тумана. Вы что-нибудь увидели в нем? Сказал Цан Мин Лан, прерывая их перепалку. Его вопрос мог отвлечь Цу Ци от боевого предка Семь Гуранга. Он холодно посмотрел на Лорда Лан. Я пойду в столицу небесного демона и попрошу старших помощь нам. В любом случае этот массив принадлежит одному из предков нашей расы. Думаешь, у тебя у одного есть старший? Думаешь, в моей секции Юйдань нету боевого святого? Хуан Хайта разразился гневным смехом. Хе-хе, посмотрим, кто придет быстрее. Насмешливо проговорил Цу Ци. Сказав это, он уже собирался отправиться за старшим, как его тело застыло. Перед его глазами появился человек средних лет с бледным лицом. Цан Мин Лан заметил такое странное поведение Цу Ци. Он проследил за его взглядом и заметил мужчину среднего класса. Другие боевые предки также заметили его появление. Таа Саны. Таа Саны. Цу Ци почтительно подошел к мужчине и поприветствовал его. Мастер Таа Цан Мин Лан и другие также поприветствовали мужчину. Кто этот человек? Старший Лан и Цу Ци так почтительно относится к нему. Кто он такой? Таа Сань. Это имя, кажется, я где-то слышал его. Я помню. Это страж Дамасе, он подчиненный королясе. Он демонический зверь 9 Гуранга. Я слышал, что он потомок древнего демонического зверя. Если он тут, то похоже мы люди будем в пролете. Большинство людей почувствовало разочарование. Однако демоны радовались и трижды поприветствовали их старшего. В присутствии этого эксперта, нам тут ловить больше нечего. Нужно уходить отсюда, сказал Нин Сю Ань. Лицо души оленя исказилось нежеланием. Ему сейчас ужасно не хватало ресурсов, а там они должны быть. Он не хотел так просто сдаваться. Нин Ци, что ты думаешь делать? Спросила Ли Мо Чоу через передачу звука. Талисман невидимости Нин Ци посмотрел на Таа Саня и ответил Ли Мо Чоу. Ли Мо Чоу, услышав это, рассмеялась и кивнула ему в ответ. Глава 648 Глава 648 Таа Сань слегка кивнул, игнорируя всех он направился прямо к Нин Ци. Ученики Нин Ци Аня, которые были ближе всего к нему, уже отступили. Сам он думал, что Тан Сань просто хотел пройти мимо, но тот предстал перед Нин Ци. Да что происходит? Кто этот парень? Кажется мастер Таа знает его? Я не знаю, я никогда не видел этого юношу. Он Цу Ци посмотрел на Нин Ци и вспомнил где он его видел. Он был одним из людей, которые входили в запретную землю. Старший брат этот пацан, кажется, знает Таа Саня. У них же нет вражды между друг другом. Младшие братья стали расспрашивать Цан Мин Фына. Хотя они драконы смотрят на всех свысока, Тан Сань даже среди них был известным демоническим зверем 9 Гуранга. Он победил нескольких драконов 9 Гуранга, а также входит в небесный рейтинг. Ну, даже если у них есть какая-то вражда, мы здесь не помощники. Горько улыбнулся Цан Мин Фын. Цан Мин Лан, Хуан Хай Та и другие боевые предки с любопытства посмотрели на Нин Ци. Душалин был несколько шокирован, но все же рад. Если Тан Сань захочет убить юношу, то даже старший Нин не сможет ему помочь. Думая об этом, Душалин взглянул на Ли Мо Чуу и увидел обеспокоенные глаза девушки, отчего его лицо почернело. Это было прямым намеком на то, что отношения между Нин Ци и Ли Мо Чуу непростые. Нин Ци горько улыбнулся Тан Саню. Третий дядя до него дошло, что все это время за ним следовал Третий дядя. Похоже, он также застал его разговор с призраком. Мастер Тан посмотрел на Нин Ци и сказал. Возвращаемся. Жду от тебя объяснений. Ждет объяснений? Путен и сказал это небрежно. Но ощущение было такое, как будто старший паучал молодое поколение. Этот мальчик, что младший Тан Сеня, в этот момент все озадаченно посмотрели на Нин Ци. Цу Ци почувствовал небольшое сожаление, если бы он знал, что Нин Ци был в близких отношениях с Тан Саним, то попытался бы сблизиться с ним. Хотя он находится всего в полушаге от прорыва на 9 и краткой ранг, для этого ему нужно чудовищно много энергии и времени, даже больше, чем он потратил, чтобы добраться до своего нынешнего уровня. Даже если бы он сам пошел просить помощи у кого-то наподобие Тан Саня, то такому мастеру попросту не было смысла помогать ему, если бы у них не было особых связей. Ах, Душалин и другие глубоко вздохнули, смотря на Нин Ци, он попросту никак не мог понять, каким образом Нин Ци связан с таким монстром. Это же демонический зверь 9 Гуранга. Он равен боевому святому. Даже их мастер секты Хуи, была только боевым предком 2 Гуранга и совершила свой прорыв на 2 и краткой ранг только недавно. Разрыв между боевым предком и боевым святым был подобен небу и земле. Что еще более странно, так это то, что Нин Ци по виду был человеком, но он назвал Тан Саня, дядей. Какие у них отношения? Возвращаемся. Нин Ци рассмеялся. Он совершенно не боялся, даже если его целью был меч водного дракона, он мог бы обменять его на демонические эликсиры. Тем более раз третий дядя его не убил, значит ему бояться нечего. Тан Сань направился к туману, гигантская рука появилась снова, но мастер Тан просто небрежно махнул рукой и рука исчезла. Ну это действительно массив без хозяина, похоже тот кто установил его уже давно умер он был на 90% уверен, что массив уже никто давно не охранял. С самого начала он не стал верить словам призрака, но последовав за Нин Ци смог найти это место. Сейчас ему самому было интересно, что же было за этим массивом. Мастер Тан бросился прямо в туман, все затаили дыхание. Мастер Тан уж точно должен справиться. Спустя пару вздохов туман начал рассеиваться, когда он исчез, перед всеми появился древний город. Городская стена была покрыта мхом и зеленью, а сам город был чудовищно тихим, он был мертвым. Казалось, что этот город простоял так более десятка тысяч лет. Мрачный. Первое что пришло в голову всем кто увидел город, это точно сокровищница Гусаньда. Этот город такой большой, там наверное жило много людей, верно? Нин Ци слегка нахмурился. Массив разрушен, мы можем войти. Но, старший Тан здесь, нужно подождать. Толпа людей и демонических людей были нетерпеливы. Они хотели броситься в город и осмотреть его, но из-за присутствия Тан Саня не осмелились так поступить. Мастер Тан лишь слегка посмотрел на людей позади себя и направился внутрь города. Мастер Тан ничего не сказал, значит мы можем войти. Ну, похоже, что так, но давайте немного подождем, пусть кто-то другой войдет. Хорошо люди задумались, они не хотели рисковать, почем зря, но Нин Ци было все равно. Он сразу же направился в город. Нин Ци и они другие последовали за ним, клан Цанмин также отравился в город и уже после этого последовали остальные. Мастер Тан остановился пред городской стеной. Когда Нин Ци увидел его и то, на что он смотрел, удивился. Там был знак четырех летающих драконов и надпись «Святой город Драконоводы. Это их святая земля». Лицо Нин Ци озарило удивление. Глава 649 Глава 649 Согласно легенде, в Великой войне между древним императором и патриархом клана Водного Дракона они оба исчезли. Неожиданно найти здесь святой город клана Водного Дракона. Откуда в этом месте сокровище Гусань да? Призрак специально привел меня сюда. Почему у меня нет ничего такого, чего он хочет? Нин Ци глубоко задумался, но вдруг в его голове вспухла мысль. Меч Водного Дракона. Да. Призрак специально все подстроил. Он уже знал, что я не дам ему меч Водного Дракона, поэтому изначально его целью было позволить мне принести этот меч в святой город. Нин Ци пытался понять истинную задумку призрака, но пока у него было недостаточно зацепок. Тем временем Тан Сань размышляла другом. Если я действительно смогу найти зацепки о местоположении древнего императора или даже вернуть его, сила империи небесного демона возрастет в несколько раз. Даже против три великих кланов драконов возможно мы сможем выстоять и победить. За Тан Саним в город вошли Цу Ци Цан Мин Лан, затем остальные боевые предки и их молодое поколение. Старший Нин, давайте поторопимся. Душалин торопил Нин Ци Аня. Хорошо, идем, но все должны быть предельно осторожны. Если встретите что-то опасное, лучше бегите. Нин Ци Ань кивнул своим ученикам, затем посмотрел на Нин Ци и сказал. Ты должен следовать за мной, не убегай хорошо, дедушка кивнул Нин Ци. Войдя в город толпа начала расходиться кто куда. Размер города был примерно таким же как и столица небесного демона, поэтому бродя по городу, ощущалось что ты находился здесь совершенно один. Тан Сань не знал куда идти, Цу Ци и остальные исчезли. У Нин Ци не было конкретной цели, пока что он просто следовал за Нин Ци Аним, он решил войти в ближайший внутренний двор. Рядом с ними было несколько боевых императоров и великих боевых императоров. Ребята, этот святой город огромен, нам же нет смысла драться за один внутренний двор, верно? Великий боевой император Три Горанга слегка улыбнулся, оборачиваясь на группу перед собой. Несколько боевых императоров засмеялись и развернулись, он не собирались сталкиваться с великим боевым императором Три Горанга из-за двора. Во всяком случае в святом городе было их пруд пруди. Пошли. Нин Ци Ань посмотрел на этого великого боевого императора, но все равно повел свою группу к двору. Душа Алины другим было все равно. Ли Мо Чоу посмотрела на Нин Ци, тот был не заинтересован, поэтому и ей было все равно. Но после того, как они подошли ко двору, в его сердце внезапно возникло странное чувство, будто что-то манило и ожидало Нин Ци внутри. Что, вы не уходите? Великий боевой император Три Горанга нахмурился, увидев, что группа Нин Ци Аня не ушла, а продолжила идти ко двору. Его звали Лидон Цзюнь. Он был скитающимся культиватором. В одном из своих странствий получи наследие боевого святого Сиа, после чего стал развиваться как на дрожжах. Всего за 10 лет, начиная от боевого короля, он достиг своего нынешнего уровня, чем очень гордился. Даже небесные мастера 9 великих семей уступали ему в этом. Хоть он и занимал низкое место в темном рейтинге, но только потому что очень много тренировался не обращая на это внимания. Если ему надут еще лет 10, то он определенно войдет в топ 200 темного рейтинга. Хотя он и сам видел отношения между Тан Саним и Нин Ци, обнаружив, что Нин Ци всего лишь боевой император Один Го испытания жизни и смерти, не стал обращать на него внимания, для него основной проблемой был Нин Ци Ань. Нин Ци Ань был великим боевым императором Семь Го Ранга, он был выше Парангу, чем он, но для него Ли Дон Цзюня гордого потомка святого Сиа, кто-то выше его Парангу был отличным способом закалить себя. Ли Дон Цзюнь, это наша забота уходить нам или нет? Мы тоже хотим посмотреть на этот двор. Нин Ци Ань слегка улыбнулся, его острые глаза пронзили глаза Ли Дон Цзюня, как острый меч. Ли Дон Цзюнь был слегка поражен. Ты меня знаешь, получил наследие святого Сиа и считаешься одним из немногих, кто сможет достичь боевого предка в этом поколении, как я могу не знать тебя, сказал Нин Ци Ань. Этот парень Ли Дон Цзюнь. Душалин и другие были удивлены. Получается, он довольно знаменит? Кажется, они все его знают. Нин Ци вообще не понимал, кто этот тип. На самом деле, репутация Ли Дон Цзюня велика, только среди средних и обычных сект. Например, такой, как Секта Пятиядов. Нин Ци уже давно общался с людьми намного выше этого уровня. Такими как Дуан Фан Юй, Юй Вань Кун Мин, Чу Фен и другими. Они намного талантливее и сильнее, чем этот Ли Дон Цзюнь. Раз вы меня знаете, то должны были слышать, что я побеждал бесчисленное множество великих боевых предков семь Гуранга. Ты хочешь, чтобы тебя сразил мой меч? Смеясь, проговорил Ли Дон Цзюнь. Но в следующее мгновение его лицо замерло и он упал на землю. Лежа он перевел свой взгляд на Нин Ци Аня. Ты, ты, ты отравил меня, тот жук. Нин Ци вспомнил о том маленьком жуке. Когда он впервые встретил Нин Ци Аня, также был отравлен ядом этого жука. Очевидно Ли Дон Цзюнь сейчас в этой же ситуации. Мы входим во двор. Нин Ци Аня презрительно посмотрел на Ли Дон Цзюнь и перешагнул через него. Ученики завороженно смотрели на своего старшего и также перешагнули через мужчину. Сейчас Ли Дон Цзюнь горел чувством унижения. Его еще никогда так не унижали. Даже муравьи уровня боевого императора осмелились перешагнуть через него. Да как они посмели. Сердце Ли Дон Цзюня было разбито. Нин Ци и Ли Мо Чоу посмотрели друг на друга и решили немного пожалеть этого несчастного, обойдя его. Во дворе Нин Ци ощутил, что чувство притяжения стало еще больше. Разобрав откуда оно шло, сразу же направился туда. Ли Мо Чоу заметив это, последовало за ним. А где Нин Ци? Нин Ци Аня обернулся, проверить свою группу, а Нин Ци уже и след простыл. Глава 650 Глава 650 Где святая? Куда она ушла? Душа Алин заметил, что Ли Мо Чоу исчезла. В его глазах вспыхнул небольшой гнев. Я верну их. Не разбегайтесь, сказал Нин Ци. Я не пошел искать Нин Ци. У старшей брат Ду нам действительно просто ждать возвращения старшего Нин? Людзин посмотрела не Душа Алина. Нет, давайте осмотримся. Может что-то найдем, сказал Душа Алин. Да, троица была рада, даже если старший Нин вернется и увидит, что они не послушались его, отвечал за все Душа Алин. Четверо начали обыскивать двор и вскоре смогли найти несколько фарфоровых бутылок. Что Том? Четверо нетерпеливо посмотрели на бутылку. Открывай, давай посмотрим, сказал Ци. О. Трое внезапно посмотрели на Душа Алина, тот кивнул им. Ему также было любопытно, что находится в бутылке, если это действительно таблетка, то скорее всего какая-то древняя и уже давно утерянная. Цио немедленно открыл бутылку и из него вырвался поток черного дыма, который превратился в большое лицо с широко раскрытым ртом. Что это? Ученики были поражены этим, но Душа Алин среагировал очень быстро, разрезав мечем черный дым. Черный дым прошипел и исчез. Лицо Люцзин немного побледнело, она почувствовала силу этого дыма и та была не слабее их. К счастью, рядом был Душа Алин и никто не пострадал. Будьте осторожны, здесь ведь святой город водного дракона. Эта бутылка скорее всего принадлежала старшему, который занимался ядами. Лучше не открывайте ничего, что найдете, сказал Душа Алин. Понятно, старший брат Ду Троица кивнула ему. Тем временем, Нинцы подошел к камню на заднем дворе и уставился на него. Наконец он понял, что это было за чувство. День. Обнаружен духовный божественный камень низкого класса. Прозвучал голос системы. Нинцы без малейшего колебания ударил по камню. Когда валун развалился, внутри него показался божественный камень размером с голову. По оценками Нинцы он должен стоить как минимум 100 тысяч монет дракона. Радостный он сразу же положил его в пространственную сумку. Ли Мочоу была в недоумении. Это камень был таким же, который Нинцы собирал до этого. Почему ты ушел без разрешения и что делаешь, а вдруг ты столкнешься с опасностью? Нинцы он смог догнать их и сразу же вернул, после забрал своих учеников. Он также приказал им отдать все фарфоровые бутылки. Когда они будут в безопасном месте, то откроет их сам. Получив камень, странное чувство в сердце Нинцы исчезло. До этого он думал, что это было как-то связано со святой землей водного дракона, но это было не так, хотя Нинцы все равно был рад такой богатой находке. Похоже, что здесь очень много божественных камней, если я смогу тщательно все обыскать, хихи. Родословная линия древнего титана среднего уровня будет не за горами. Амбиции Нинцы были очень высоки. Начальная родословная не могла удовлетворить его полностью. Было еще целых 7 уровней и он не мог купить сразу же самый высокий. Нужно было покупать их шаг за шагом, поэтому монет дракона нужно астрономически много. Выйдя из этого небольшого двора во главе с Нинцы аним, группа пошли обыскивать другой двор. Лидон Цзюнь все еще лежал на земле, время от времени мимо него проходили люди. Увидев валяющегося Лидон Цзюня, они любопытно оглядывались на него. Черт, черт, этот позор, я верну в ста крат. Сердито прокричал про себя Лидон Цзюнь. Сейчас он стал ощущать, что его сила понемногу возвращалась, что не могло его не радовать. Стоп, не убегай, поймай его, не дай ему сбежать. Пуин Кан, хватит бежать, все равно не сможешь, отдай все и мы тебя отпустим. Вдали перед Нинцы появился силуэт, за ним еще несколько пиковых боевых императоров. Пуин Кан удивился, заметив группу Нинцы и направился к ним, если его поймают эти трое пиковых боевых императоров, то все кранты. Нинцу и они другие, равнодушно посмотрели на происходящее, они не собирались вмешиваться. Пуин Кан, заметив это, собирался бежать дальше, как внезапно его остановила фигура. Брат, у тебя проблемы? Спросил Нинцы, улыбаясь. А, зачем он так себя ведет? В самом деле, Душалин и другие были недовольны. Они не хотели тратить время на посторонние разборки. Пуин Кан увидел Нинцы и пришел в восторг. Он быстро остановился и сказал. Младший брат, меня преследуют несколько грабителей. Пуин Кан указал себе за спину. Нинцы улыбнулся ему и посмотрел на прибывших пиковых боевых императоров. Когда троица увидела, что Пуин Кан остановился, сначала посмотрели на него, а затем на Нинцы и Нинсюаня и немного испугались. Лидер троицы взглянул на Нинсюаня. Мы из секты Юйдань. Лучше не вмешивайтесь в это Юйдань. Высшая секта. За исключением Нинцы или Мочу. Остальные слегка задумались. В том числе и Нинсюань. Увидев это, троица учеников Юйдань была довольна. При обычных обстоятельствах Нинсюаню было бы все равно на то, кто они были. Но здесь был старейшина Хуан Хайтаа, а он боевой предок Девять Горанга. Он одной рукой его может расплющить и подавить всю секту Пятиядов. Поэтому сейчас не следует обижать учеников секты Юйдань. Он посмотрел на Нинцы и отправил ему передачу звука. Это секта Юйдань. Лучше не влезать в этом, дедушка. Ты иди, я тут сам разберусь. Не забывай, что у меня есть третий дядя хмыкнул Нинцы. Третий дядя? Нинсюань вспомнил, что у Нинцы были необычные отношения с Тан Саним. Увидев это, он кивнул ему и забрал с собой своих учеников. Ли Мочу колебалась, но все же ушла, когда услышала голос Нинцы в своей голове. Ученики секты Юйдань гордо улыбнулись. Заметив это, Пуэнкан горько улыбнулся. Он остановился только из-за Нинсюаня. Он не ожидал, что когда эта группа услышит про секту Юйдань, то сразу же решительно уйдет. Подумав, он отправил передачу звука Нинцы. Младший брат, большое спасибо за твою доброту. Уходи первым, я сам решу это. После он направился к ученикам Юйдань. Э, опять божественный камень низкого класса. Нинцы посмотрел на появившуюся статую в руках Пуэнкана. Вся она была сделана из какого-то металла, но в середине торчал большущий божественный камень. Глава 651 Глава 651 ХХХ. Хрустальное золото, такой большой кусок, продав его можно получить как минимум 40 или 50 тысяч кристаллов среднего класса. До этого будет достаточно, чтобы каждому из нас купить оружие земного ранга высшего класса. Увидев статую у Пуэнкана, троица засветилась радостью. Пуэнкан был очень огорчен. Люди, которые находились в долине звездопада, по большой части все имели неплохие знания в ремесле и знали множество разнообразных материалов. Этот кусок хрустального золота был не менее 3 футов. Да за это можно, если постараться купить оружие небесного ранга низкого класса. Даже если бы он продолжал копать небесное золото, то и за 100 лет навряд ли столько бы заработал. Когда Нинцы увидел, что Пуэнкан собирался отдать статую, резко появился между ними. Мальчик, что ты делаешь ты? Ученик Юйда не разозлись, но товарищ рядом с ним потянул его на себя. У этого ребенка необычные отношения с Тан Саним, будьте осторожны. Услышав это, они посмотрели на Нинцы немного побаиваясь того, их лидер обратился к нему. Молодой мастер, что вы хотите? Нинцы прямо вытянул руку и забрал статую у Пуэнкана. Мужчина был слегка поражен и забеспокоился. Брат, эта статуя для них. Я хотел ее забрать, но мы не сможем избежать людей. Юйдань, молодой мастер, вам тоже нравится эта статуя? Но она уже наша. Их лидер, пиковый боевой император холодно посмотрел на Нинцы. Если бы не отношения Нинцы с Тан Саним, то он бы сейчас не церемонился с ним. Нинцы хихикнул. Ребята, вам нужно просто это золото, верно? Ученики удивленно посмотрели на него и кивнули. А что же еще? Брат, сколько стоит этот кусок золота? Нинцы спросил Пуэнкана. Около 50 тысяч кристаллов среднего класса. Вздохнул Пуэнкан. А всего лишь Нинцы, смеясь, хлопнул по статуе, она развалилась на две части. Забрав свой божественный камень, оставшиеся две половины статуи, он кинул ученикам Юйдань. Ребята, вы довольны? Спросил Нинцы. Хе-хе. Довольны. Получив свое, ученики рассмеялись и ушли. Пуэнкан увидел, что его золотишко ушло. Горько вздохнул. Нинцы с улыбкой на лице сказал ему. Брат, этот камень, который я взял из середины статуи, я куплю у тебя за 50 тысяч кристаллов среднего класса. Хорошо, это продаю. Неосознанно согласился Пуэнкан. Подожди, что он хочет купить этот камень за 50 тысяч кристаллов среднего класса? Я не ослышался. Пуэнкан отошел от шока и сразу же обратился к Нинцы. Младший брат, что ты только что сказал? Я что-то не расслышал. Я спросил, ты продашь мне этот камень за 50 тысяч кристаллов среднего класса? Повторил Нинцы. Младший брат, ты в порядке? Как этот камень может стоить столько? Пуэнкан подсознательно попытался ощупать лоб Нинцы. Вдруг у него лихорадка. Нинцы закатил глаза и убрал камень в свою сумку. По его подсчетам он стоит где-то 50 тысяч монет дракона. После чего передал пространственное кольцо Пуэнкану. Ну вот твои кристаллы, можешь пересчитать. Кольцо тоже оставь себе, улыбнулся Нинцы. Пуэнкан тупо уставился на кольцо в своей руке. Его мозг не мог этого осмыслить. Он впервые увидел такое большое количество кристаллов среднего класса. Пуэнкан хрипло, спросил у Нинцы. Младший брат, это правда для меня? Он уже понял, что этот камень был нужен Нинцы и он ни в коем случае необычный, но то что Нинцы ходит с такой суммой было вне его воображения. Докивнул Нинцы. Если сможешь найти еще таких камней, я у тебя их куплю, ладно? Хорошо. Кивнул восторженный Пуэнкан. Нинцы смеясь, помахал ему рукой и ушел. Он не собирался искать Нинцы Аня, а сам продолжит обследовать город. Ему нужно найти подсказки насчет святой землеводного дракона, а также по пути собрать божественных камней. Изначально Пуэнкан собирался уходить отсюда, но с 50 тысячами кристаллов его уверенность возросла. Так будет даже проще. Мне нужно найти побольше таких камней и продать их младшему брату. Сумму, которую он получил, достаточно для стабильного развития по крайней мере до пикового боевого императора. Если он сможет получить больше, то и до великого боевого предка не будет проблемой прорваться. Ну погнали. Пуэнкан сжав кулаки отправился искать божественные камни. Тем временем Лидонтзюм полностью восстановил контроль над своим телом и куда-то ринулся. Пока все радостно собирали различные сокровища из самого центра города неожиданно раздался громкий грохот, затем поднялся огромное облако дыма. Что случилось? Это место, кажется, туда пошел Цуци. Там что-то есть? Подумав об этом, все бросились к центру города. Через пару минут толпа людей, стоя в небе, наблюдала за огромной ямой в середине которой, казалось, был вход в подземный дворец. В святом городе водного дракона есть подземный дворец? Может, там есть сокровища? Всех обуяла жадность наживы, но никто не решался действовать из-за танцания. Все решил? Спросил Нинсюань, увидев Нинси. Да, все хорошо, кивнул Нинси. Нинсюань облегченно вздохнул. Значит, ему не нужно будет мстить секте Юйдань. Глава 652 Глава 652 Мастер Тан, вероятно, в этом дворце спрятано сокровище водного клана. Может, сперва пусть человеческая раса уйдет? Обратился Цуци, подлетев к Тансану. Хуан Хайта и другие боевые предка человеческой расы, услышав это, почувствовали разрастающийся гнев, но внешне были спокойны. Если мастер Тан решит так поступить, то воспротивиться они этому не смогут. Нет, Тансан презрительно посмотрел на Цуци. В чем был смысл? Пока он тут кто вообще осмелится забрать что-то ценное? Фу. Хуан Хайта и другие расслабились, по крайней мере они смогут войти во дворец. Цуци хмуро отошел в сторону. В то время как все задавались вопросом, как мастер Тан откроет дверь во дворец, тот медленно поднял свою ладонь. В его ладони появился светлый шарик тускло-белого света. Выглядел он как нефрит, но аура от него исходила разрушительная. Кто-то примитив шарик подумал. Неужели мастер Тан решил использовать самый примитивный способ и силой выломает ворота? У всех перед глазами белый шарик соскользнул с рук мастера Тан и упал на ворота. Раздался громкий гул, всю округу ослепил яркий свет. Целых 10 минут вообще ничего не было видно, кто-то закрыл свои глаза ладонями не в силах выдержать такой свет, пока он не начал потихоньку затухать. Тем временем, хотя белый свет еще не совсем рассеялся, Душалин разглядел спину Нинцы и тихо хлопнул по ней. По его расчетам этого удара будет более чем достаточно, чтобы серьезно ранить Нинцы. Поскольку Душалин был позади всей группы, даже Нинсюян не увидел этого, глаза Душалина наполнились гордостью. По Нинцы почувствовал внезапную боль в спине, его здоровье упало примерно на 100 тысяч, а также чем-то отравило, его здоровье продолжало падать по 100 очков в секунду. Нинцы медленно повернул голову, холодно смотря на Душалина. Что ты делаешь? А, чем дело? Почему ты не пострадал? Душалин опешил, он был над вами испытаний жизни и смерти и задействовал 80% своей силы, даже если бы он не убил Нинцы, то как минимум серьезно ранил. Душалин, между нами есть ненависть или вражда? Зачем ты пытался убить меня? Равнодушно сказал Нинцы. Душалин холодно сказал. Каждое поколение святых дев секты пятиядов, чисты как лед и прекрасны как нефрит. Если мастер секты узнает о твоих отношениях со святой, то сама убьет тебя. Даже то, что ты племянник старшего Нин, не поможет тебе. Убьет меня? Хорошо, тогда пожалуй мне тогда терять нечего. Хмыкнул Нинцы и ударил своим мечем в сторону Душалиня. Душалинга презрительно посмотрел на это. В его руке появился меч земного ранга низкого класса. Он подумал, что у Нинцы есть хороший оборонительный предмет, поэтому он не смог его убить, но вот этот обычный меч, скорее всего не выше темного ранга. Он с легкостью справится с Нинцей. Клац. Меч в руке Душалиня был разрублен напополам, затем меч Нинцы рубанул по левому плечу Душалиня и разрубил его надвое. Душалин не понимал, как все это произошло, почему он не смог остановить клинок Нинцы. Даже его база культивации выше. Он издал последний сердитый рев перед смертью и развалился на две части. Троица учеников, повернув головы на шум, увидели это, их глаза чуть было не треснули. Что ты творишь? Почему ты убил Душалиня, старшего брата? Старший Нин, ваш племянник убил Душалиня. Людзин, Мусю и Циао взревели. Нин Сюань повернулся на суматоху и увидел, как труп Душалиня упал на землю. Что за хрень творится? Ученики немедленно окружили Нинцы. Дедушка, он напал на меня в спину, поэтому я убил его равнодушно, сказал Нинцы. Он напал на тебя? Нин Сюань не понимал, как так все обернулось. Невозможно. С чего старшему брату нападать на тебя? Трое учеников посмотрели друг на друга и, похоже, догадались, в чем все дело. Похоже, Душалин решил воспользоваться моментом и напасть, но совершенно не ожидал, что сам умрет. Лицо Людзин покраснело, она возмущенная посмотрела на Нинцы. Старшему брату не было смысла нападать на тебя. Ты сам напал на него. Старший Нин, вы должны схватить его. Старший брату ученик-наследник, которого мастер очень любит. Если мы не приведем к ней виновника его смерти, мастер не простит вам этого. А это что? Нинцы обернулся, на его спине был черный отпечаток ладони. Все с первого взгляда поняли, что это был отпечаток оставшийся от техники ладони пятиядов их секты. Хаймымым. Я сам позабочусь об этом, но не сейчас. Давайте сначала посмотрим, что находится во дворце. Цвет лица Нинсюаньа несколько раз менялся. Осмотрев Нинцы, он решил разобраться с этим позже. Увидев это, Люцзин хотела возразить, но услышала в своей голове голос Циао. Замолчи. Хочешь, чтобы нас убил старший Нин? Вернемся в секту и пусть мастер решает эту проблему. Люцзин, услышав это, заткнулась и холодно уставилась на Нинцы. Все последовали за Нинсю. Они мы направились внутрь дворца. Эта перепалка не затронула окружающих. За 10 тысяч лет сюда в секте пяти ядов разбилось нефритовое зеркало. Старейшина, увидев разрушенное зеркало, запаниковал и быстро побежал к Хуи. Мастер зеркала жизни душа оленя сломана Хуи долго не отвечала, но вскоре открыла рот. Куда он пошел? Старейшина задумался и сказал. Похоже, он отправился в империю небесного демона вместе со старейшиной Нин. Они отправились на поиски святой девы империя небесного демона. Хуи бесстрастно отвернулась. Ворота подземного дворца были разбиты мастером Тан и перед всеми на показ появились 18 огромных бронзовых статуй. Каждая представляла из себя изваяние дракона, но самое поразительное было в середине между 18 гигантскими статуями. Там находился здоровенный мужчина, который удивленно смотрел на кого-то. Глава 653 Глава 653 Кто он? Почему он тут закован? Это святой город водного дракона. Почему он тут находится? Сколько ему лет? Ох! Многие глубоко вздохнули. Даже Тан Са не спугался, ощутив от мужчины ауру боевого монарха. Нет, это должно быть аура демонического зверя 10 гуранга. Как его тут заточили? Старший Вы? Обратился мастер Тан. Мужчина посмотрел на него и усмехнулся. Почему ты не узнаешь меня? Та душа, которую ты разрушил, была моя душа. Лицо мастера Тан стало уродливым. Старший Это точно были вы? Да я, я. Улыбнулся мужчина. Мастер Тан горько улыбнулся, он хотел было объяснить, что непреднамеренно совершил ошибку, но мужчина неожиданно посмотрел на нинцы и сказал. Мальчик, принеси мне меч. Бесчисленные пары глаза брушились на нинцы. Цуци, Цан Минлан и другие с ужасом наблюдали за этим. Мало того, что здесь был какой-то мужчина, так он еще и знал этого мальчишку. Похоже, этот брат Нинбэ Сюянь не прост. Цан Минфэн удивленно посмотрел на нинцы. Лица троих учеников секты Пятиядов скорчились. Даже если нинцы и убил душа оленя, хуй не осмелится отомстить за него, если у нинцы настолько могущественные знакомые. Старший, это ты. Нинцы выдавил из себя улыбку и сказал. Я не понимаю, зачем старший привел меня сюда, какова ваша цель. Раз ты пришел сюда, то я тебе скажу. Я Гусаньда и я специально сказал, что тут мои сокровища, чтобы ты принес мне этот меч и помог освободиться. Все хватит болтать, помоги мне разрубить эти цепи и я помогу тебе стать великим боевым императором, сказал Гусаньда. Гусаньда, это он, древний император небесного демона. Согласно легенде, после древней войны он пропал без вести, никто не знал где он находится. Неужели древний император был подавлен здесь? Это получается, что он проиграл в той войне? Мастер Тан был в ужасе. Освободить его? Нинцы не знал, что делать. Сила противника была слишком велика. Это был демонический зверь 10 Гуранга. Нинцы беспокоился, когда он выпустит его, то тут же умрет. Хаймымым, этот парень так раздражал меня раньше, как только высвободит меня, схвачу его и буду мучить лет сто, подумал Гусаньда. Лица Хуан Хайта и Цан Минлана в этот момент скорчились. Если у Империи Небесного Демона будет такой могущественный эксперт, это будет не очень хорошо для человеческой расы и расы драконов. Они хотели этому помещать, но одумались, ведь здесь присутствовал Мастер Тан. Даже если все здесь объединятся, то никто не сможет помешать высвобождению Гусаньда. Эй, ты не хочешь меня выпускать? Гусаньда перевел взгляд на Тан Саня. Ты мой младший, возьми у него Меч Водного Дракона и помоги Императору уничтожить эти цепида. Мастер Тан кивнул и направился к Нинцы. Дай мне Меч Водного Дракона, только владеющий древней родословной может взять этот меч, так что Тан Сань подходит под требования. Нинцы обнаружил, что Тан Сань своей аурой заковал его. Единственное, что мог сейчас сделать это отдать меч, но когда ладонь Мастера Тан собиралась коснуться меча, на него обрушилась ужасающая сила, которая запустила его назад словно пушечное ядро. Предметом задания может пользоваться только хозяин. Прозвучал голос системы. Предмет задания. Нинцы вспомнил, что меч то уже стал предметом системы. Однако он не ожидал, что кто-то на уровне Мастера Тан будет попросту наказан за то, что дотронулся до предмета задания. Толпа в шоке уставилась на Мастера Тан, когда тот вылетел из дыры и холодно посмотрел на Нинцы. Что ты сделал с мечом Водного Дракона? Третий дядя, я ничего не делал, сказал Нинцы. Тан Сань слегка сморщился, он внимательно осмотрел меч, но от него не исходила никакой посторонней ауры. Он колебался, но все же снова протянул руку и его снова оттолкнула неведомая сила Цу Ци. Попробуй ты, сказал Тан Сань. Цу Ци кивнул и подлетел к Нинцы, но в итоге попал в ту же самую ситуацию, что и Тан Сань. Его также оттолкнула от меча. Мастер, я тоже не могу его взять, сказал Цу Ци. Да сделайте вы уже что-нибудь, пусть этот ребенок сам подойдет и разрушит эти цепи. Громко взревел Гусань да. Да Тан Сань кивнул и подлетел к Нинцы. Иди разруби эти цепи и у тебя будет светлое будущее. Нинцы глубоко вздохнул. Он знал, что если он не предпримет никаких действий, то его убьют, поэтому он полетел в Гусань да. Держа меч в руки Нинцы ударил мечем одну из цепей. Цепь, которая могла сдержать демонического зверя 10 Гуранга, мгновенно разрушилась. Все подтвердить для себя, что скорее всего в этом мече есть душа водного дракона, поэтому он мог снять формацию, которая сдерживала мужчину. Ха-ха-ха. Подождите старики, я скоро отомщу вам. Гусань да почувствовал, что наконец-то сможет вырваться из этого заточения. В этот момент Нинцы разрушил последнюю цепь. Но, вдруг из 18 бронзовых статуй вырвалась удушающая синяя энергия, которая окутала Гусань да. Нинцы пробила холодным потом и он тут же рванул подальше. Он почувствовал сильную ауру смерти. Что за черт? Эти старики поставили еще одну формацию. Выкрикнул Гусань да. Тансань решительно развернулся и рванул отсюда, что есть мочи. Увидев это, Нинцы быстро крикнул Нинсюаню, беги. Он уже понял, что эта синяя энергия чудовищно опасна, иначе третий дядя не среагировал бы так. Глава 654 Глава 654 Бежим Услышав слова Нинцы, Нинсюан немедленно схватил Лимучо и быстро рванул за пределы святого города. Троица его учеников незамедлительно проследовали за ним. Сейчас многие пытались уйти как можно дальше от этого места, но были и те, кто все еще был в городе и осматривал дворы. Среди них было трое учеников секты Юидань, которые пытались схватить Пуэнкана. Они удивились, когда обнаружили, что их старейшина Хуан Хайта и другие сломя голову бежали из святого города. Почему они бегут? Это что получается, что тут больше нет сильных мастеров и мы можем делать что хотим. Посмотрев друг на друга парочка улыбнулась. Нинцы хотел сбежать, но не пролетев даже 100 метров, как его окутала странная энергия. Как бы он ни старался, он не мог двинуться дальше. Мальчик, быстрее, возьми свой меч и уничтожь эту формацию. В голове Нинцы раздался голос Гусаньда. Старший, даже мастер Тан сбежал. Я боюсь, что сейчас произойдет что-то ужасное. Отпустите младшего и позже я непременно вернусь к вам, выкрикнул Нинцы. Черт побери. Гусаньда закричал еще громче. Его тело окутывала голубая аура. Она сгущалась все быстрее и быстрее. Что за чертовщина? Трое учеников Юидань ощутили странную ауру и решили убежать. Наконец они поняли, почему все поспешно убегали из города. Эта разрастающаяся энергия затронет даже их. Будь они прокляты. Гусаньда под влиянием удушающей ауры больше не мог сдерживать Нинцы. Когда Юнаша освободился, то незамедлительно бросился бежать. Если он сейчас задержится, то ему не сдобровать. Аура, которая формировалась над Гусаньда, становилась все больше и больше. Ха-ха-ха. Сначала убью тебя, а потом убью того старика. В этот момент перед Нинцы появился Лидон Цзюнь, который замахнулся на него своим мечем. Первый стелься, разрушающая буря. Из ниоткуда возник вихрь и окутал Нинцы в то время, как мужчина устремил свой клинок прямо в Нинцы. Ты больной? Нинцы разозлился. Сейчас нужно было бежать. Этот придурок хоть понимает, что делает. Тем более он никак его не обижал. Зачем он это делает? Нинцы больше не мог терпеть свою злость. Выхватив свой меч, он ударил им по мужчине. Яркий лунный клинок Аура Клинка разрушила торнадо. В это время голубая энергия, окутавшая Гусаньда, была в три раза больше, чем раньше и могла в любой момент вспыхнуть. А как ты разрушил мой первый стиль? Лидон Цзюнь был поражен. Его боевой навык был небесного ранга, а этот мальчишка вот так просто его разрушил. Неужели его техника еще сильнее? Недоумевая, Лидон Цзюнь холодно улыбнулся. Тогда попробуй мой второй стиль Сиа, опустошение миров. На Нинцы обрушилась еще одна атака, он почувствовал себя, как будто упал в море огня. Боевая ци убийцы драконов автоматически обволокла его тело, не позволяя пламени ранить Нинцы. Лидон Цзюнь, здесь опасно, нужно убираться отсюда. Давай выйдем и этот господин разберется с тобой. Сердито сказал Нинцы. Лидон Цзюнь насмешливо улыбнулся. Опасно, я сама опасность, что может быть тут опаснее? Ты просто хочешь убежать, чтобы тот старик тебе помог? Хе-хе, сначала я порешу тебя, а затем грохну старика и его учеников. Ну ты тупой. Нинцы горько улыбнулся. А, тупой? Как ты смеешь обзывать меня? Лидон Цзюнь был в ярости. В это время с неба на него обрушился кулак и впечатал его в землю. Нинцы быстро взобрался на плече марионетки. Быстро, валим отсюда. Но было слишком поздно, марионетка попросту не успела сделать даже шаг. А-а-а-а, чтоб вас. Даже если я, Гусанда, превращусь в призрака, обязательно уничтожу весь ваш клан водного дракона. Взревел Гусанда. Бу-у-у-ум. Светло-синий шар энергии рядом с ним вспыхнул и стар разрастаться, обрушиваясь на округу. Все, кто не успевал избежать этой ауры, превращались в пепел. Те, кто не успели вовремя уйти, не могли избежать смерти. Трансформация Титана. Нинцы громко взревел, в мгновение ока его здоровье увеличилось на 1 миллион. Единственное, что осталось, так это наедяться, что марионетка сможет принять основы урон и его 2-5 миллиона очков здоровья помогут ему выжить. Все пространство в округе осветило светло-синим комом, который выстрелив вверх пробивая землю. Все, кто выбрались из-под земли сейчас с неба наблюдали, как в месте святого города водного дракона появилась огромная, глубокая яма. Эта яма, это был святой город водного дракона, пробормотал про себя Цуци. Такая мощь, если Гусаньда внутри, то он безусловно мертв. Эх, столько ресурсов. Интересно, умер ли Гусаньда? Думал про себя Хуан Хайтаа. На самом деле сейчас ему важнее было узнать, помер ли тот демонический зверь 10 Гуранга. Где Нинцы? Нинцы? Глаза Нинсио не оглядывали толпу, но он не видел своего мальчишку. Глава 655 Глава 655 Ученики Нинсио не обрадовались тому, что Нинцы мертв, но быстро скрыли это. Ли Моча умолча полетела к яме. У святой и этим парнем безусловно непростые отношения, я должна сообщить об этом мастеру, подумала про себя Люцзин, смотря на спину Ли Мочу. Ах, древний император мертв. Тан Сань грустно посмотрел вниз, вздохнул и ушел. Святой город водного дракона был разрушен, не осталось ни одного живого места, Гусаньда определенно мертв. Что касается Нинцы, про него уже давно все забыли, Цан Минлан и другие также ушли, так как тут больше нечего было ловить. Вскоре осталось всего несколько десятков человек. Тем временем, зарытый под землей на глубине нескольких десятков Джан, Нинцы лежал без сознания. Время трансформации закончилось и он вернулся в прежнюю форму, его очки здоровья которых осталось всего несколько десятков медленно восстанавливались. Однако неожиданно в голове Нинцы прозвучала система. Поздравляем хозяина с успешным убийством демонического зверя 10 гуранга среднего класса. Урон нанесенный хозяином считается минимальным, очки опыта будут уменьшены в 10 раз. Поздравляю хозяина, вы получили 90 миллионов очков опыта. Учитывая, состояние хозяина, очки опыта временно поместятся в хранилище Дины. Поздравляем хозяина, вы получили набор с игрой бронзового ранга, пожалуй-то откройте его в течение одного года. Нин Сюань долго бродил по руинам, пытаясь найти следы Нинцы, но тот был погребен под землей и для мужчины найти юношу было невозможно. Лицо Нин Сюань становилось все уродливее и темнее. Почему самый ценный нефрит семьи Нин погиб здесь? Не беспокойся, перестань искать, вернитесь в секту, сказал Нин Сюань, заметив Ли Мочу. Ли Мочу равнодушно сказала, я чувствую, он жив, ты чувствуешь это? Весь святой город испепелила, каким образом этот парень мог выжить, у тебя похожи с ним какие-то глубокие отношения, раз ты так трясешься о нем. Насмешливо проговорила Людзин, ее сердце обливалось обидой на Ли Мочу. Людзин, уйди лучше помалкивай, не зли старшего Нин сейчас. В голове девушки прозвучал голос Мосю. Людзин холодно фыркнула, но все же замолчала. Из-за ее насмешек Ли Мочу лишь слегка сморщилась, после чего перевела ледяной взгляд на девушку и сказал, ты действительно думаешь, что я не посмею сделать что-либо с тобой? Попробуй. Сердито сказала Людзин. Нин Сюань посмотрел на Людзин, он не знал как поступить. Нин Ци убил душа Линя, по сути он уже является врагом Хуи. Если бы Нин Ци был жив, то он скорее всего убил бы этих трех, но к сожалению Нин Ци мертв. Сейчас нет никакого смысла трогать эту троицу. Все решив Нин Сюань холодно сказал, я сказал возвращайтесь в секту, значит вы должны возвращаться. Да. Увидев, что Нин Сюань начал злиться, Мо Сю быстро ответил, схватил Людзин и троица сразу же убралась, лишь бы старейшина Нин не решил их убить. Когда Ли Мочу уходила, она внимательно осмотрела руины. Сердцем она ощущала едва различимую связь с Нин Ци, поэтому верила, что Нин Ци жив. После того, как они ушли, Пуин Кан осмотрел руины. В его сжатом кулаке было пространственное кольцо, которое ему дал Нин Ци. Неужели младший брат действительно не вышел? Пробормотал про себя Пуин Кан. Погрустнев, он качало головой и решил также уйти. Есть что-то? У меня нет, а у тебя? Тоже пусто. Похоже, тут больше ловить нечего. К несчастью, несколько десятков людей разочарованно ушли, они пытались найти какие-то ресурсы, но все без толку. Примерно через месяц где-то в яме взорвалась земля и Нин Ци медленно выполз из-под земли. Как же было приятно видеть небо и вздохнуть чистым воздухом. Если бы не его высокое совершенствование, то он бы попросту умер от удушья. Сейчас осознав, что он выжил, Нин Ци вздрогнул от ужаса, вспоминая, что было при взрыве. Призвав марионетку, она смогла взять часть удара на себя, но ее попросту стерло, теперь ее уже не восстановить. Нин Ци, принявший форму Титана, увеличил свою защиту и здоровье, ему повезло, когда у него оставалось несколько сотен очков здоровья. Синяя энергия начала отступать, поэтому Нин Ци смог каким-то чудом пережить всю катастрофу. Я потерял бронзовую марионетку, но получил 90 миллионов опыта. Я все же не полностью в проигрыше. Нин Ци почувствовал небольшой гнев, он начал копать землю рядом с собой. Через некоторое время он выкопал парня. Им был Ли Дон Цзюнь. Когда бронзовую марионетку стерло с лица земли, Нин Ци защитил его рукой, но делал он это не по доброй воле. Просыпайся, Нин Ци ударил Ли Дон Цзюня по лицу. Аура парня была очень слабой. Если бы не защита Нин Ци, то он бы безусловно помер. А, где я? Я не мертв? Ли Дон Цзюнь медленно открыл глаза, которые выражали замешательство. Конечно, ты не умер, усмехнулся Нин Ци. Это ты. В глазах Ли Дон Цзюня вспыхнул ужас. Иди к черту. Ли Дон Цзюнь громко кричал и хотел было что-то сделать, но его тело было попросту без сил. Парень был в смятении и подумал, что Нин Ци сейчас его прибьет. Ты что и вправду тупой? Ты приемник мастера меча Си Аши Цзяна? Улыбнулся Нин Ци. Ли Дон Цзюнь почувствовал себя ужасно. В следующий момент Нин Ци ударил Дон Цзюнь парня, который сейчас был полностью без защиты. И тот как арбуз разорвало на части. Ли Дон Цзюня вырвало кровью. Его глаза тряслись. Он не мог поверить в произошедшее. Ты, ты разрушил мой Дон Цзюнь? Из-за тебя я чуть не помер и потерял марионетку. Твой Дон Цзюнь это только проценты моей мести. Нин Ци усмехнулся и его ладонь ударила по каналу меридианов Ли Дон Цзюня. Га сейчас Ли Дон Цзюнь чувство себя опустошенным. Все его труды превратились в ничто. Помни, меня зовут Нин Бай Сюань. Когда восстановишься, разыщи меня, если сможешь. Нин Цих мыкнул и наступил на ногу Ли Дон Цзюня. Затем быстро ушел, оставив парня лежать на том же месте, который сейчас ревел словно дикий зверь. Глава 656 Глава 656 Есть мой Дон Цзюнь разрушен, меридианы разрушены, меня полностью растоптали. Я, должно быть, сплю. Ли Дон Цзюнь закрыл глаза, бормоча про себя, пытаясь проснуться от этого страшного сна, но через полминуты, открыв глаза, он снова огляделся и горько разрыдался. У меня, Ли Дон Цзюня, есть наследие святого Ся, я хотел попасть в первую 10 темного рейтинга, но теперь все потеряно. Я ненавижу это. Нин Бай Сюань, подожди. Однажды, рано или поздно, я снова найду тебя и возмещу все с процентами. Я заставлю тебя встать на колени и молить меня о прощении. Сурово прокричал Ли Дон Цзюнь, смотря в небо. Лучше бы Нин Цзюнь убил его, нынешнее его состояние было в тысячу раз хуже, чем смерть. Покинув руины, Нин Цзюнь нашел безопасное место, сел и открыл набор с игрой бронзового ранга, полученный за убийство Гусаньда. Раньше у наборов с игрой не было никакой градации, но этот имеет бронзовый ранг? Может этот набор как-то относится к лотерейным билетам, которые я раньше получал? Интересно, что будет в наборе с игрой демонического зверя 10 горанга среднего класса. Перед глазами Нин Цзюнь появилась совершенно новая рулетка, она была больше и ярче, она горела бронзовыми лучами света. Этот набор предлагал 9 вариантов. Тут не было никакого снаряжения, которое Нин Цзюнь не нужно, и особенно варианта спасибо за участие, который он больше всего ненавидел. 100% выигрыш. Нин Цзюнь даже удивился такой щедрости системы. Таблетка повышения темного ранга высшего класса. Три штуки техника совершенствования небесного ранга среднего класса. Бросок тысяч или техника совершенствования небесного ранга среднего класса. Душа преисподней предмет небесного ранга среднего класса. Линкорхен демонический питомец 7 горанга. Золотой пын духовные кристаллы среднего класса. 50 тысяч. Пространственный кольцо Хуми. Техника двойного совершенствования высшей секты Ду Хуанси. 10 тысяч золота. 10 тысяч золота. Двойное совершенствование. Что за херь? Лицо Нинцы немного скорчилось от последних два вариантов, но он был вполне доволен остальным. Особенно таблеткой повышения. Такая в магазине дракона стоила 150 тысяч за штуку, а их тут три. Это целых 450 тысяч. Бросок тысяч или тоже хорошо? Кажется, эта техника поможет стать быстрым. С линкором Хэн я буду таким же властным, как и мой мастер, не так ли? Нинцы подумал о корабле Мэн Цин Лин. А ладно, давай начнем. Нинцы начал игру. Стрелка быстро закрутилась и через пару секунд стала постепенно останавливаться. В конце концов, Нинцы получил таблетку повышения темного ранга высшего класса. Класс я их получил. Нинцы был рад. Хотя он пока так и не нашел святую землю водного дракона. Сейчас было непонятно куда иди и что делать. К счастью меч водного дракона еще при нем и была надежда найти святую землю. Тем временем, Нин Цианя и других встретила Хуи в гигантском лесу. Кто убил Шаалиня? Холодно спросила Хуи. Ее глаза прошлись по Лемочуу и остальным и наконец остановились на Нин Циане. Мастер. Старший брат Ду умер ужасной смертью. Увидев Хуи, Люцзин расплакалась. Губы Мусю слегка пошевелились. Видимо, он рассказывал все Хуи через передачу звука. Старейшина Нин, оказывается, у вас есть семья. Тот, кто убил Шаалиня, твой младший? Спросила Хуи смотря на мужчину. Ее голос был очень мягок, как будто она совершенно не расстроилась, но Нин Циань знал, что это была лишь маска. Да Нин Циань Дун знал, что не может больше этого скрывать. Ду Шаалиня напал первым и умер от рук моего младшего, но после и мой младший умер в святом городе понятно. Возвращайтесь в секту, я пойду осмотрюсь, сказала равнодушно Хуи. Мастер. Ли Мочуу имела какие-то связи с тем парнем, я боюсь, что она больше не девственница. Люцзин злобно посмотрела на Ли Мочуу. Но Хуи была лишь слегка поражена, но ничего не сказала по этому поводу. Что случилось, почему мастеру все равно на это? Люцзин на мгновение застыла. Ли Мочуу посмотрела на Люцзин. Когда вернемся в секту, я надеюсь ты не убежишь. Не убежишь? Мо Сю и Цио обеспокоенно посмотрели на Люцзин. Люцзин ощутила дикий страх, она хотела было воспротивиться, но Ли Мочуу перестала обращать на нее внимание, все что ей оставалось взрывить в гневе про себя. Хорошо. Посмотрим кто кого, когда Хуи добралась до руин, внимательно огляделась. Внезапно она увидела Ли Донцзюня, лежащего на земле и что-то бормочущего. Она сразу же устремилась к нему. Увидев две ямы в земле, Хуи спросила. Вы же ли двое? Кто другой? Ли Донцзюнь посмотрел на Хуи. Кто ты? Почему я должен говорить тебе? Стал мусором, но высокомерие еще осталось. Насмешливо спросила Хуи. И что? Я не боюсь смерти, хочешь убей меня? Ли Донцзюнь слетел с катушек. Скорее всего это кто-то сделал с тобой. Да, может я могу отомстить за тебя? Сказала Хуи. Месть. Ли Донцзюнь застыл. Точно это хороший вариант. Он мог попросить эту женщину помощь ему отомстить. Смотря на Хуи она должна быть боевым предком. Все решив, Ли Донцзюнь улыбнулся и сказал. Старший, если вы поможете мне отомстить, я обучу вас техникам меча святого ся. Это боевой навык небесного ранга низкого класса. В глазах Хуи вспыхнуло удивление, когда она услышала описание внешности нинцы, особенно когда тот был рядом с нинцем и остальными, лицо женщины потемнело. Глава 657. Глава 657. Тот юноша не умер. Хорошо, передай мне боевой навык и я приведу его к тебе. Холодно проговорила Хуи. Нет. Пока я не увижу его смерть, ничего не передам. Ли Донцзюнь улыбнулся. Эта женщина думает, что я совсем глупый. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Слегка нахмурилась Хуи. Возьми меня с собой, но сперва исцели, сказал парень. Хуи задумалась, но после кивнула. Хорошо. Она дала Ли Донцзюню таблетку восстановления земного ранга высшего класса. Хотя она не могла восстановить все остальное у него, этого хватило, чтобы он мог двигаться. Восстановившись Ли Донцзюня обиженно указал направление. Он пошел туда. Хуи схватила Ли Донцзюня и понеслась в указанном направлении. Нинцы не ожидал, что в гигантском лесу был огромный рынок. Он находился в долине, окруженной горами. У входа была вывеска «Рынок небесного демона». Небесного демона? Это место принадлежит империи небесного демона? У Нинцы было более 6 миллионов кристаллов среднего класса. Может он сможет найти здесь что-то полезное ему? Я надеюсь найти духовный фрукт или траву, которая усиливает физическое тело. А у него сейчас в хранилище было 90 миллионов очков опыта. Если бы он так не боялся буйства ЦИ, то смог в любое время прорваться к великому боевому императору, но пусть жизни и смерти это не хухры-мухры. Каждое испытание – это как ходить по кончику лезвия. Для того чтобы войти на рынок Нинцы пришлось заплатить 100 кристаллов среднего класса. Площадь рынка была очень оживленной. Улицы были переполнены разными расами, тут даже драконы были. О, здесь есть торговая палата дракона. Осматривая округу на глаза Нинцы попалось знакомое место. Это напомнило Нинцы о Луньянье, когда тот разрушил ему и всей его группе культивацию. Сейчас он по идее уже не должен быть одним из 9 хранителей палаты дракона, верно? Это ты? За спиной Нинцы раздался чей-то знакомый голос. Нинцы повернул голову и увидел нескольких знакомых. Он не слишком много с ними общался, но видел несколько раз в столице империи 9 регионов. Среди них был Юйванькун Мин, Чуфын, Чусянь, Донфан Линдун и еще несколько великих боевых императоров, которые находились в темном рейтинге. Также были те кого Нинцы уже побеждал. А и они тут. Нинцы видел Мую, Мубая, Цзикайсе, Цайвэйтаа, не только их, но также Дуанамин Луна и Дуанцзюня. Также Нинцы заметил Фанмо, Фанбая и Фанцзин, девушку с которой они встретились в гробнице дракона. Сейчас она успешно прорвалась к боевому императору Один Гуранга. Нинцы был очень удивлен увидеть столько знакомых лиц. Нинцы также заметил нескольких внутренних учеников Сетку Юнь. Неужто тут и хую здесь? Продолжая оглядываться, Нинцы как и думал, заметил его, он прятался среди толпы. На мгновение Нинцы подумал, что находится в столице империи 9 регионов. Отойдя от шока, Нинцы еще раз оглядел толпу, но не зная к кому обратился и неохотно посмотрел на Фанмо. Привет, что вы тут делаете такой толпой? Фанмо удивился, он не ожидал, что из всех присутствующих Нинцы обратится к нему. А ты не знаешь, почему ты тогда на рынке небесного демона? Говорят, здесь есть таинственный человек, который продает вы не знаете. Тогда почему вы пришли в дом небесных демонов? Говорят, что здесь есть таинственный человек, который продает 3х тысячелетний кровавый водоросль. Не только мы, тут многие за ним прибыли, ответил Фанмо. Кровавый водоросль? Нинцы сразу же отыскал его в магазине дракона. Упомянутый кровавый водоросль улучшал чистоту крови, что косвенно улучшает способности и усиливает фундамент культивации. В магазине дракона его стоимость составляет 50 тысяч монет дракона. Однако этой духовной траве 3 тысячи лет и она эффективна только для тех, кто ниже Великого Боевого Императора. Только начиная от 6 тысяч лет, такая трава будет полезна для Великого Боевого Императора и выше, поэтому конкуренция не должна быть слишком большой. Чуфен и Юйвань Кунмин посмотрели на Нинцы. Они были слишком горды. Раз уж Нинцы не поздоровался с ними, то и они не станут. И что, что он один и кратко и в рейтинге дракона? В первую очередь его база культивации не соответствует их уровню. Между ними еще Агова какая пропасть? Забрав своих младших, вся группа направилась в торговую палату дракона. Фан Мо, кто этот парень? Пока Нинцы что-то там обдумывал, рядом с Фан Мо и Фан Боем появился юноша, которого заинтересовал Нинцы. Фан Мо ответил. Старший брат Фан Чунь, это Нинцы из секты юнета, который один и кратко и в рейтинге дракона? Фан Чунь удивился. Осмотрев Нинцы с ног до головы, он не мог понять, в каком месте Нинцы был так силен, что смог на своем уровне стать один им в рейтинге дракона. На его глазах вспыхнуло небольшое презрение. Он был приверженцем того, что самое главное – это уровень культивации, а не сила. Если мастеру не удастся прорваться, то он даже со своей хваленой силой далеко не уйдет. Юй Вань Кун Мин и Чу Фэн пошли в палату дракона? Фан Чунь проигнорировал Нинцы, спрашивая Фан Мо. Докивнул Фан Мо. Тогда мы тоже пройдем. Сказав это, Фан Чунь последовал в палату дракона. Осмотрев Нинцы, он понял, что в нем нет ничего интересного. Брат Нин, мы пойдем. Фан Мо кивнул Нинцы и вместе со своим младшим братом последовали за остальными. Нинцы слабо рассмеялся и подошел к случайному прохожему. Брат, отриха тысячелетней кровавый водоросль, будет выставлен на аукцион. Кровавый водоросль Палата дракона готовится к аукциону. Он состоится через 10 дней, но младший брат. Эта трава очень ценная, хоть она и бесполезна для великих боевых предков. Многие старшие хотят купить его для своего молодого поколения. Боюсь, что цена будет выше, чем покупка оружия небесного ранга среднего класса, сказал прохожий. Огромное спасибо Нинцы развернулся и ушел. У Нинцы была уверенность в победе на аукционе. У него было целых 6 миллионов кристаллов. Сейчас ему нужно найти подходящее место и приготовиться к прорыву. Через 10 дней он получит кровавый водоросль и сможет прорваться до великого боевого императора. Глава 658 Глава 658 Младший брат, давай уйдем отсюда. Здесь не только много демонических зверей, но и этот Нинцы приперся. Если он тут, то ничего хорошего не будет. Да, брат прав, тебе тяжело было снова прорваться до боевого императора 1 Гуранга, а вдруг он захочет с тобой поквитаться, я боюсь. Слушая слова своих собратьев из секты Юнь, лицо хуя становилось все темнее и темнее. Наконец он сказал, не бойтесь, я передал весточку своей матери, она принесет сюда много кристаллов, так что я обязательно заполучу этот кровавый водоросль. Приняв его я безусловно преуспею в технике небесного тела Юнь и догоню Нинцы. Техника небесного тела Юнь, особая техника секты Юнь, которая не обладала ни рангом ни классом. Успешно практикуя ее, тело человека начнет изменять и улучшаться. Эта техника является одной из секретной и ее владеют только старейшины цены и выше. Ну та, пришлось тайно передать эту технику хуюю. Когда из-за Нинцы он слетел с боевого императора 1 Гуранга до пикового боевого короля, он не переживал, что информация о том, что он получил эту технику просочится, так как он был из секты Пятиядов. Да и отвечать все равно будет ну та. У всех 36 высших сект и 9 великих семей есть подобные техники, которые влияли на тело. Кто-то даже мог культивировать техники демонических зверей. Поэтому когда Нинцы принял форму Древнего Титана, многие посчитали такое преобразование следствием тренировки особой техники совершенствования. Небесное тело Юнь. Когда ученики рядом с хуюю им услышали о ней, также воспылали желанием ее практиковать, но у техники была проблема. Она потребляла большое количество сущности крови практикующего и без достаточного количества ресурсов. Ее трудно практиковать. Даже хуюй побаивался тренировать ее. Однако, так как он был сыном главы секты Пятиядов, ему ежемесячно предоставляли множество ресурсов, поэтому многие исследовали за ним. Все надеялись, что когда хуюй станет мастером секты Пятиядов, то он несомненно поможет им в своем развитии. Пока что я уйду, я не хочу пересекаться с Нинцы, когда аукцион начнется, то не забудьте оповестить меня, сказал Хуюй. Да, младший брат кивнули ученики рядом с ним. Нинцы, подожди, я божественное дитя секты Пятиядов, однажды заставлю тебя встать на колени и молить о пощаде. Глаза хуюй вспыхнули боевым духом. Нинцы нашел гостиницу. Заплатив 500 кристаллов среднего класса, он получил комнату, которая имела защитный механизм и кто-то ниже боевого императора не мог войти без разрешения. Войдя в нее, Нинцы решил продать все божественные камни, которые он собрал в святом городе водного дракона и получил в итоге 160 тысяч монет дракона. Потратив 700 монет, он купил 7 дней тренировочного поля низкого класса. Он не хотел покупать больше, боясь пропустить аукцион, поэтому 7 дней более чем достаточно. Позже силуэт Нинцы исчез из комнаты и появился в знакомом каменном павильоне. Чтобы повысить технику мудрости драконьего слона до 6го уровня нужно 1 миллиона очков, а сейчас у меня даже 10 тысяч нету. В день я получаю по 24 очка прогресса, а это значит, что мне нужно непрерывно просидеть лет 100. Ладно, давай сосредоточимся на теле бога войны. Купив предмет помогающий увеличить скорость получения очков прогресса, Нинцы намеревался повысить технику тела бога войны до 5го уровня. Прошло 7 дней, за это время на рынок небесного демона прибыло множество семей высших эшелонов, которые редко появлялись. Среди них были такие семьи как Байся, Джугль. Хотя у великих семей есть множество ресурсов и редких ресурсов, бывает что чего-то и у них нету. Поэтому ради редкой духовной травы они не побрезгуют сходить на аукцион и побороться за него. Кроме расы людей, тут также было множество экспертов демонической расы. Их было чуть меньше чем людей, но самой малочисленной группой были драконы. Из-за большой продолжительности жизни расы драконов, те имели бесчисленное количество ресурсов. Ходили слухи, что в сокровищнице три великих кланов дракона есть 10 тысячелетние травы. Хотя для драконов, 3 тысячелетний кровавый водоросль не был чем-то поразительным, кому-то он все равно мог приглянуться. На рынке также появились Хуи и Ли Дон Цзюнь. Они рыскали по гигантскому лесу, но так и не смогли найти никаких следов нинцы, поэтому двое решили отправиться к этому рынку. Старший Аи, вы планируете отпустить его? Ли Дон Цзюнь насмешливо посмотрел на женщину. У тебя есть шанс восстановить свое совершенствование. Проговорила Хуи. Но если ты продолжишь меня раздражать, я тебя убью. Твой боевой навык небесного ранга низкого класса хоть и интересует меня, но пока я жива, смогу получить даже лучше. Ха, я просто шучу. Старший не нужно злиться. Услышав это, сердце парня загрохотало, поэтому он быстро начал оправдываться. Хоть раньше в той яме он не желал жить, но сейчас Ли Дон Цзюнь возжелал восстановить свой Дон Цзюнь и Меридианы. Он не хотел заканчивать свою жизнь как мусор. Идем, сказала Хуи. Они вошли на рынок и им не потребовалось много времени отыскать Хуюя. Мама, Хуюй был удивлен. О, ты преуспеваешь в свое технике небесного тела Юнь? Хуя смотрела Хуя, радуясь успехам сына. Мастер внутренние ученики секты Юнь, стоявшие рядом с Хуюем, почтительно поприветствовали женщину. Они, конечно же, знали, кто она такая. Да, я чувствую, что неплохо преуспеваю в ней, а это... Хуюй с любопытством посмотрел на Ли Дон Цзюня. Он не чувствовал от него даже капли боевой ци, он что обычный человек. Зачем его матери таскать такого с собой? В это время Ли Дон Цзюнь проигнорировал Хуяюя и обиженно посмотрел вдаль. Когда Хуюй и Хуи проследовали за его взглядом, то увидели его. Нинцы. Ли Дон Цзюнь, что он делает с Хуюем? Кто эта женщина? Она чем-то смахивает на Хуюя, это же не. Брови нинцы слегка нахмурились, он о чем-то подумал и эта мысль потрясла его. Пока он стоял и думал, вся группа Хуи подошла к нему. Глава 659. Глава 659. Мама. Это из-за него моя культивация упала до пика боевого короля. Хуюй, увидев нинцы, сразу же обратился к Хуи. Его глаза горели предвкушением. Сейчас рядом с нинцей не было никакой охраны. Для его матери разобраться с ним не составит труда. Эти мысли подняли настроение Хуюя и он счастливо улыбнулся. Это он. Хуи знала, что у ее сына в секте Юнь были проблемы с каким-то учеником, но она не ожидала, что это будет тот же человек, который убил Ду Шаалиня. Этот ребенок. У него что какая-то особая вражда к ее секте? Или Нин Сюань хочет воспользоваться посторонней рукой и подавить секту? Подумав об этом, Хуи посмотрела на Ницей и холодно спросила. Шаалиня, ты убил? Ду Шаалин мертв? Хуюй был в шоке, но почему-то почувствовал себя еще счастливее. Он был намного хуже, чем Шаалин и для него этот юноша был большим препятствием. За 10 лет Ду Шаалин смог достичь пика боевого императора и пройти два испытания жизни и смерти. Даже он не сможет за такое время достичь его высот. Если он мертв, то значит никто в молодом поколении мне не сможет помещать. В будущем я стану мастером секты пяти ядов. Я и подумать не мог, что Нинци поможет мне убрать одного из моих врагов. За это могу поблагодарить тебя. Подумал Хуи и странно посмотрел на Нинци. Вот оно что, похоже этот пацан и так ее спровоцировал. Вот почему она так легко согласилась. Ли Дон Цзюнь посмотрел на Хуи, а после сосредоточил свой злобный взгляд на Нинци. Если бы он мог убивать своим взглядом, то уже давно бы убил им Нинци. Душа Алин, Нинци засмеялся, сказав, он хотел убить меня так ты признаешь это. Нахмурилась Хуи. Он подло напал на меня в спину, но похоже плохо учился в вас, поэтому умер. С его характером он рано или поздно помер бы. От кого-то улыбнулся Нинци. Этот парень так высокомерен. Он что не понимает, в каком положении. Внутренние ученики секты Юнь восхищались таким бесстрашным характером Нинци. Какой бы он ни был, это все еще мой ученик, так что ты должен умереть. Лицо Хуи вспыхнуло гневом. Она протянула руку прямо к Нинци и попыталась схватить его. Слабый слой черного газа начал исходить от ее ладони, по округе запахло зловонием. Эта атака, возможно, смогла бы сразить наповал даже дракона. Если Нинци с этим столкнется, то безусловно умрет. Ха-ха-ха. Я и вообразить не мог, что моя месть исполнится так скоро. Ах, жаль, что я не смог лично ему все возместить. Лидон Цзюнь дико рассмеялся, посмотрев на Нинци, его глаза горели радостью от происходящего. Нинци кранты. Хуи был взволнован. Его сердце почувствовало себя каким-то пустым, будто со смертью Нинци он потерял всю мотивацию. Однако Нинци не волновался. Когда ладонь Хуи должна была настигнуть его между двумя людьми появилась фигура, которая блокировала ладонь женщины. Фигура была ростом около одного джан, демонический зверь 8 горанга с головой волка. Он не полностью трансформировался в человека, очевидно предпочитая этот вид. Как только появился волк, сразу окутал своей аурой женщину и холодно посмотрел на нее. Увидев его Хуи своими ледяными глазами и уставилась на нев, но зверю было все равно на ее поведение, он медленно проговорил. На рынке небесного демона запрещены убийства. Если хотите драться, подайте заявку на дуэль жизни и смерти, но вам необходимо заплатить тысячу кристаллов среднего класса. Если вы можете это себе позволить, то организуйте дуэль. Тысяча кристаллов среднего класса. Лицо Хуи слегка скорчилось. Три тысячелетний кровавый водоросль неизвестно сколько будет стоить. Я не могу тратить даже такое количество кристаллов. После аукциона, я заберу жизнь этого юнца. Решив поступить так, Хуи посмотрела на Нинцы и насмешливо сказала. Пока можешь подержать свою жизнь при себе, через пару дней я ее заберу. Можешь попробовать сбежать отсюда, но успеешь ли добраться до секты Юнь? Когда Лю Дон Цзю нихую увидели, что Нинцы защитил страж рынка, немного разочаровались. К счастью, у Нинцы все равно не получится убежать. Моя жизнь слишком тяжела, ты сможешь ее унести, усмехнулся Нинцы. Тогда я попробую Хуи слегка улыбнулась, затем ушла забрав с собой остальных. Ли Дон Цзюнь уходя, холодно сказал. Мальчик, сейчас небось сожалеешь, что не убил меня, да? А я вот нашел кое-кого, кто сможет помочь мне отомстить. Ха-ха, ты думаешь, что что-то решаешь? Ты мастер по растрачиванию жизни, улыбнулся Нинцы. Ты, Ли Дон Цзюнь, полыхал гневом. Он чуть было не сорвался и не ударил Нинцы, но он знал, что сейчас ничего самостоятельно не сможет сделать, поэтому ему пришлось подавить свой гнев и последовать за Хуи. Конфликт между Нинцы и Хуи заметили Юйвань Кунмин и другие, когда по совпадению вышли из палаты дракона. Это разве не мастер секты пятиядов, Хуи? Чуфын был не уверен в своих предположениях. Да, это она, я видел ее однажды, кивнул Кунмин. Как Нинцы обидел ее. Похоже, на этот раз он конкретно попал, сказал Чуфын, улыбаясь. Это не наше дело, так что забудьте об этом. Юйвань Кунмин слегка улыбнулся. Затем вся группа прошла мимо Нинцы, кто-то насмешливо посмотрел на него, радуясь его несчастью. С другой стороны, когда другие люди услышали имя Нинцы и узнали, что он один и кратко и в рейтинге дракона, очень любопытно его рассматривали. Помимо дюжины глазеющих пиковых боевых императоров, в стороне стояла группа, состоявшая из двух девушек и юноши. Эти трое не уступали по силе Юйвань Кунмину и Чуфыну. Байсиолин, что ты думаешь о нем? Спросила девушка. Джугэху, этот парень сражался с Хуангуси, когда был только пиковым боевым императором, а сейчас он на один им испытании жизни и смерти. Старший моей семьи Байсиа сказа, что если с этим юношей ничего не случится, то он без труда достигнет сферы боевого предка. Сказала Байсиолин слегка улыбаясь. Две девушки повернулись к красивому юноше, который стоял рядом с ними. Старший брат Дин, что ты думаешь? Если он умрет от рук Хуи, то даже сферы великого боевого императора не сможет достичь, сказал Дин Юаньцзи. Брат Дин верно говорит, девушки засмеялись. Нинцзи тем временем даже и представить не мог, что заинтересовал стольких людей. Он пошел прямо в палату дракона и хотел купить немного таблеток восстановления небесного ранга, таблеток земного ранга ему уже было недостаточно. Глава 660 Глава 660 Торговая палата дракона На первом этаже алхимия и разные предметы были разделены по отделам, но максимум они были только земного ранга высшего класса. Все, что было выше, находилось на двоем этаже. Нинцзи не раздумывая прошел прямо на два и кратко этаж, проходя мимо Мую и остальных. Многие странно посмотрели на него. Брат Нин, не поднимайся. Мую колебалась, гладя на Нинцзи, но обратилась к нему. Нинцзи остановился и спросил, что такое. На двоем этаже сумасшедший из семьи Ту столкнулся с демоническим зверем, если хочешь купить что-то, то лучше подожди до завтра, проговорил Тзикайси. Ждать завтра? Нинцзи улыбнулся, сказав. Большое спасибо за совет. Сказав это, он продолжил идти на два и кратко этаж. Без таблеток восстановления, Нинцзи не чувствовал себя в безопасности, он не желал ждать следующего дня. Этот парень просто, хоть он и занял один и кратко место в рейтинге дракона, большинство все равно не воспринимают его всерьез, пробубнил Цайвита. Что такого замечательного в том, что он занимает один ей место. Мы тут все сильнее его, сказал Мубай. Мую равнодушно сказала. Когда он прорвется до великого боевого императора, ты сможешь это повторить. Мубай внезапно затих. Пойдем и посмотрим, сказал Тзикайси. Согласен, да Мубай и Цайвита кивнули, Мую ничего не оставалось, кроме как последовать за ними на два и кратко этаж. Достигнув два го этажа, Нинцзи увидел Фанчуна, Фанмо, Дуань Минлуна, Дуань Цзюня и других. Все, казалось, зачем-то наблюдали. В середине второго этажа находится крепкий юноша, которому на вид было не больше 30 лет. Он стоял напротив демонического зверя ростом в 3 метра. Этот демонический зверь имел тело человека и голову зверя, его лицо было покрыто зелеными чешуйками, а глаза излучали слабый зеленый свет. Нинцзи осмотрел характеристики юноши. Семья Ту. Ту Цинвзин. Ранг. Великий боевой император Семь Гуранга. Техника совершенствования. Небесный ранг низкого класса, нерушимое пылающее тело. Боевые навыки. Небесный ранг низкого класса, кулак пяти огней. Очки здоровья. 1 150 000. 1 миллион очков здоровья. Это первый человек, у которого Нинцзи увидел более миллиона очков жизней. Демонический зверь Семь Гуранга среднего класса. Адский змей. Очки здоровья. 1 450 000. Маленькая змейка, ты уверен, что хочешь драться со мной? Спросил насмешливым тоном Ту Цинвзин. Адский змей вдруг вздрогнул. Все вокруг почувствовали, что температура резко повысилась. Змей улыбаясь спросил. Ту Цинвзин, а ты я погляжу не боишься смерти не боюсь умереть? Ха-ха-ха. А ты что думаешь, сможешь распоряжаться моей жизнью? Маленькая змейка, я могу размазать тебя одной левой. Он был выше по культивации, чем этот адский змей, который по силе был равен великому боевому императору 4 Гуранга. Всем было хорошо известно о врожденной способностях клана адской змей. Хотя они занимали низкое место в темном рейтинге, но только потому что не могли часто пользоваться своей способность, которая попросту испепеляла врагов. Поэтому семья Байсиа символически разметила этого демонического зверя на 436-е место в темном рейтинге. В этот момент раздался звук шагов, поднимающихся по лестнице. На два и краткий этаж вошли Байсиа Лин и ее группа. Когда Фан Чунь увидел Байсиа Лин и Чжук Зе Ху, его глаза вспыхнули скрытым желанием «Леди Лин, Леди Ху, вы тоже здесь улыбаясь?» Фан Чунь подошел к девушками. О, это ты Чжу Гэ Ху взглянула на Фан Чуна и слегка кивнула ему. Байсиа Лин проигнорировала его, вместо этого посмотрела на Ту Цин Фы на ядского змея, особенно на последнего. Она естественно знала о силе этого зверя, она слышала, что даже боевые предки опасались огня этих змей. Поэтому ей хотелось самой лично увидеть их силу. В своем сердце она жаждала, чтобы Ту Цин Фын сразился с этим зверем. Тогда она могла бы лично запечатлеть их врожденную способность, которую только слышала из рассказов. Когда Фан Чунь увидел, что Байсиа Лин плевать на него, разозлился, взглянув на Дин Юаньцзи, что вместе с этим двумя девушками делает лучшей в молодом поколении семьи Дин. Дин Юаньцзи был старшим братом, Дин Лин, которая была распорядителем книги жизни и смерти. Из-за этого многие боевые святые побаивались оскорблять этих брата и сестру Дин. Победишь меня одной левой? Ты переоцениваешь себя. Инха рассмеялся. Я слышал, конечно, что семья Ту сумасшедшая, но теперь смог лично это засвидетельствовать. Даже старейшины твоей семьи не напугали бы меня, да я сумасшедший. Хочешь проверить моей силы? Ту Цин Фын дико рассмеялся, его тело вспыхнуло огнем и ранее жаркая атмосфера стала еще жарче. Нин Ци было на это побоку, он хотел купить таблеток восстановления, а затем дождаться аукциона и купить кровавый водоросль, поэтому сразу же направился к прилавку. У вас есть таблетки восстановления небесного ранга? Дайте мне дюжину, сказал Нин Ци смотря на продавца. Все, кто до этого смотрел до этого на Ту Цин Фын и Ин Хы, уставились на Нин Ци. Пока я и эта змейка не разберемся между собой, никто не сможет ничего купить здесь. Кто ты такой? Где твои старейшины? Быстро уберите его отсюда. Ту Цин Фын уставился на Нин Ци, пылая намерением убийства. Я же говорил прийти ему завтра, но он не послушал, что он теперь делать будет. Улыбнулся Цзик Айси смотря на Нин Ци. Глава 661 Глава 661 Нин Ци, слегка нахмурившись, посмотрел на высокого Ту Цин Фына. Разве вы не знаете, что на рынке небесного демона запрещено сражаться? Ту Цин Фын на мгновение замер, он похоже не поспевал за мыслью Нин Ци. И, хватит кричать, почему бы вам не заплатить тысячу кристаллов среднего класса и устроить дуэль жизни и смерти? Зачем ты тут орешь, если ни черта не можешь сделать? Сказал Нин Ци. Иньхэ взглянул на Нин Ци, а после на Ту Цин Фына, ухмыльнувшись. Я вот пришел за покупками, это по-твоему пустяк? Кто ты такой, чтобы я из-за тебя не мог ничего тут купить? Спросил Нин Ци. Огга. Все глубоко вздохнули, даже Дин Юань Ци был ошеломлен словами Нин Ци. Он сумасшедший или глупый? Осмелился вот так прямо обидеть Ту Цин Фына. Он что не знает его характер? Хороший парень. Ци Кайси кивнул в сторону Нин Ци. Кажется, брат Нин уважительно ко мне отнесся в тот раз. Фан Мо думал, что раз Нин Ци так высокомерен перед Ту Цин Фыном, то с ним он разговаривал более или менее вежливо. Фан Мо даже немного обрадовался. Он что совсем не боится этого тигра? Байси Алин и Чжу Гаху посмотрели друг на друга. Хотя Нин Ци занимает 1е место в рейтинге дракона, в конце концов все там ниже сферы великого боевого императора, а Ту Цин Фын находится в темном рейтинге, да и причем в лучших 200. Ты не знаешь, кто я? Ту Цин Фын посмотрел сверху вниз на Нин Ци. Осмотрев его он обнаружил, что этот пацан всего лишь пиковый боевой император. Один го испытания жизни и смерти. Я знаю, ты Ту Цин Фын сказал Нин Ци улыбаясь. Раз ты знаешь, какого лешего ты такой дерзкий? Ты что за смертью ухаживаешь? Сердито спросил Ту Цин Фын. Тогда ударь меня, сказал Нин Ци все еще улыбаясь. Ты Ту Цин Фын хотел ударить Нин Ци, но все же подумал о правилах рынка. Если он убьет Нин Ци, то скорее всего и сам тут останется. Нин Ци был немного в недоумении. Слухи что ошибочны? Если Ту Цин Фын сумасшедший, то почему он не взорвался только что? Так круто. Подумал про себя Фан Бай, его так же бесило, что Ту Цин Фын навел тут суматоху и хотел разобраться с Ин Хи, но при этом мешал другим что-то покупать, а тут пришел Нин Ци и попросту наплевал на него. Помимо него сейчас на двоем этаже так же думала почти половина присутствующих. Хи, а кто смеется? Ту Цин Фын повернулся в сторону смеха. Я смеюсь над тобой, если хочешь попробуй меня побить, сказала милая девушка в фиолетовом платье. Она сказала это почти таким же тоном, что и Нин Ци. Джоу Лунин, если ты повторишь это, я отведу тебя обратно в Белую Башню Императора. Умолин слегка разозлилась и отправила передачу звука своей младшей сестре. Черт, да ты ухаживаешь за смертью. Ту Цин Фын был в ярости. Нин Ци посмотрел на Джоу Лунин, а после на Умолин он что-то ощутил, как будто он и Умолин всегда были знакомы, но он не мог вспомнить где ее видел. В это время девушка так же посмотрела на него. Про себя она думала, что Нин Ци никогда не сможет узнать ее. В конце концов, она нанесла удар Нин Ци и сразу же исчезла. Юноша попросту не видел ее истинного лица. Эта леди такая смелая. Все любопытно посмотрели на Джоу Лунин. Похоже, они правы, ты попросту не посмеешь сделать ничего на этом рынке, сказал Инхэ. Хватит меня злить. Тут Син Фын почувствовал, что его грудь вот-вот взорвется. Нин Ци посмотрел на продавца за прилавком и сказал. Таблетки восстановления небесного ранга у вас есть? Продавец быстро кивнул. Да, 100 кристаллов низкого класса, сколько хочет купить молодой мастер. Наверное, сотню Нин Ци сразу же достал 100 кристаллов среднего класса и передал их продавцу. Затем получил фарфоровую бутылку. Он не стал проверять точное количество и сразу же закинул бутылку в свою сумку, после чего пошел на выход. Тут Син Фын проигнорировал Инхазе. Он быстро догнал Нин Ци и остановил его. Встань на колени, признай свою ошибку и может быть я пощажу твою жизнь, ты дурачок? Нин Ци покачал головой, обошел Тут Син Фына и пошел вниз. Тут Син Фын, услышав слова юноши, застыл. Все видели, как его плечи сильно дрожали. Тут Син Фын, похоже, ты себе новую цель нашел. Наш спор мы решим в следующий раз. Инха подошел к Тут Син Фыну, насмешливо посмотрев на него, также спустился ее. Когда Инха ушел, все решили пойти за покупками, потому что Тут Син Фына уже никого не волновал. Этот пацан, если я Тут Син Фын не проучу его, то не быть мне членом семьи Ту. Заревел про себя Син Фын и также пошел на выход. Старшая сестра, пойдем, нужно подружиться с ним, а затем воспользуемся моментом и убьем его. Только так у нас есть сто процентов шанс убить его, сказала Джоу Лунин, улыбаясь у Милин. У Малин была слегка поражена и задумалась. Оказывается, что Джоу Лунин специально высмеяла Тут Син Фына, чтобы их заметил Нин Ци. Осознав это, лицо девушки вспыхнуло красным, она сама бы до этого не додумалась. Нин Ци покинул палату дракона, пройдя пару метров он почувствовал, что кто-то позади смотрит на него. Повернул голову он увидел перед собой Инь Ха Зе. Что-то нужно? Спросил равнодушно Нин Ци. Как тебя зовут? Улыбнулся Инь Хе. Нин Ци нахмурился, ответив. Меня зовут Нин Бай Сюань. Нин Бай Сюань. Я тебя запомню. Инь Хе слегка рассмеялся и ушел. Нин Ци внезапно почувствовал себя как-то странно. Он повернулся и хотел уже уйти, как обнаружил, что перед ним появились две девушки Джоу Лунин и Умалин. Глава 662 Глава 662 Вам что-то нужно? Нин Ци нахмурился, посмотрев на двух девушек. Я знаю тебя, ты Нин Ци. Один и кратко в рейтинге дракона. Верно? Ты только что назвался не своим именем, ты боишься, что тебя убьют? Спросила Джоу Лунин. Слишком многие знают меня, если вам больше ничего не нужно, я покину вас равнодушно, сказал Нин Ци. Хорошо, подождите. Увидев, что Нин Ци проигнорировал их и прошел мимо, Джоу Лунин была в смятении. Все прошло не так, как она предполагала и в спешке попыталась окликнуть его старшая сестра. Он проигнорировал нашу красоту. Джоу Лунин грустно посмотрела на Уму Лин. Красота. Умалин посмотрела на небо что-то обдумывая, наконец повернув голову она спросила. Что ты собираешься делать сейчас? Следовать за ним. Джоу Лунин стиснув зубы последовала за Нин Ци. Умалин увидев это, последовала за ней. Теперь у Нин Ци было два маленьких хвостика. Не следуйте за мной. Нин Ци это в какой-то момент все это надоело. Нахмурившись он гаркнул на девушек. Ты идешь своим путем, мы своим, в чем проблема? Спросила Джоу Лунин, состроив из себя дурочку. Ах, если хотите летти за мной. Нин Ци вздохнул, продолжая ходить по рынку. Он внезапно остановился и посмотрел на характеристики обоих девушек. Белая башня императора, это-то. Он узнал кем они были, но две девушки этого не знали. Когда он так пристально уставился на них, они просто подумали, что он опять хотел их прогнать. Две девчушки хотят убить меня. Скорее всего их нанял военный императорский дом. Раз вы хотите поиграть, я устрою вам игру на лице Нин Ци. Появилась ухмылка, когда он бродил по рынку, то заметил, что тут было одно очень интересное заведение. Почему он пошел туда? Джоу Лунин и у Малина Шарашина стояли у дверей борделя. Вы входите? Спросил охранник рядом с дверью. Входим. Ответила Джоу Лунин, стиснув зубы. Следуя за Нин Ци весь день, Джоу Лунин истощилась как физически, так и морально. Этот парень, он бегал, ходил, то туда, то сюда, они обошли весь рынок небесного демона. К счастью, он также ждет аукциона. Нам просто нужно подождать, когда он выйдет из рынка, сказала Джоу Лунин, стоя у двери гостиницы. Но по какой-то причине у Малин все время немного беспокоилась. Мама, когда аукцион закончится и кровавый водоросль будет в твоих руках, ты должна помочь мне убить Нин Ци. Расслабься, он не сможет сбежать, сказала Хуи. На лице Хуи от таких слов появилась улыбка. Черт побери, я не верю, что ты не покинешь рынок небесного демона. Вот тогда и придет мое возмездие. Ту Цин Фын холодно смотрел на гостиницу, рыча в своем сердце. В этой гостинице жил Нин Ци. После того, как он ушел, Джоу Лунин и Умалин появились в том же месте, где стоял юноша. Они были совсем рядом с Ту Цин Фыном, но он их совершенно не заметил. Старшая сестра, может быть, нам и не нужно будет действовать, похоже Нин Ци убьет Ту Цин Фын. Нам просто нужно будет проследить и в нужный момент забрать его труп. Докивнула Умалин. Старший брат Дин, у меня и младший сестры Ху 80 тысяч кристаллов среднего класса. На этот раз я обязательно помогу тебе приобрести эту траву. Огромное спасибо двум младшим сестрам. Улыбнулся Дин Юаньцзи. Все терпеливо ждали. Прошла ночь. На следующий день Нин Ци снова пошел в палату Дракона. На этот раз тут было людей раз в 10 больше, чем вчера. Появились эксперты сферы боевого предка. Во главе с сотрудниками палаты Дракона, всех провели на три и краткой этаж компании. Он был очень большим и мог вместить в себя несколько тысяч людей. Наиболее заметной на всем этаже была высокая платформа, на которой уже стоял улыбающийся старик, а за ним мужчина среднего возраста с мрачным лицом. Когда Нин Ци увидел парня, немного удивился. Мужчиной среднего возраста был никто иной, как Лун Янье. Один из девять хранителей палаты Дракона, которому он разрушил культивацию. Что он тут делал? Вскоре все места были заполнены. За каждое место пришлось платить большим количество кристаллов, так как это считалось стоимостью за участие в аукционе. Нин Ци сидел на заднем ряду. Слева от него была группа Хуи, а справа Ту Цинфын. Также в этом зале было четкое разделение между местами, где располагались разные расы. Ли Дон Цзюнь смотрел на Нин Ци жгучими глазами. Он уже начал представлять себе, что же произойдет с этим пацаном, когда он покинет рынок. Кажется, что помимо девять великих семей, тут и старейшины из высших сект и семей девяти регионов. Нин Ци увидел Дуань Мин Луна, а рядом с ним сидел старик с аурой великого боевого императора. Рядом с ними сидели и другие семьи девяти регионов со своими старейшинами. До этого Нин Ци их не видел. Похоже, что эта группа стариков недавно прибыла сюда. Дорогие гости, я, Лун Тянь, приветствую всех на сегодняшнем аукционе торговой палаты дракона. Ясным голосом нарушил тишину старик на высокой платформе. Сдержав паузу, он продолжил. Так как многие друзья пришли сегодня только из-за триха тысячелетнего кровавого водоросля, сегодняшний аукцион будет посвящен именно ему, мы не будем продавать больше ничего кроме него. Сказал это, старик повернулся к Лун Янье и буркнул ему. Иди, возьми духовную траву да. Лун Янье кинул и ушел. Спустя небольшое время он снова появился, у него в руке была нефритовая коробка. Крышка нефритовой коробки была открыта и перед людьми появился темно-красный, как кровь стебель. Он был довольно длинным, судя по цвету и размеру, ему именно три тысячи лет. Похоже, что статус Лун Янье понизился до младшего помощника Нин Ци внутренне рассмеялся. Старик взял нефритовую коробку и с легкой улыбкой обратился к публике. Стартовая цена этой духовной травы составляет 10 тысяч кристаллов среднего класса. Минимальная ставка 500 кристаллов среднего класса. Гости, можете начинать. Его голос едва раздался по залу, как Ту Цинфын громко сказал. 20 тысяч кристаллов среднего класса. Вот так сразу на 10 тысяч повысил. Все посмотрели на Цинфзна. Для него это было неудивительно. На самом деле здесь все хотели заполучить эту траву. 20 тысяч были так. Разминка. Далее началась бойня за лот. Глава 663. Глава 663. Нин Ци просто наблюдал. Кто-то также сидел, пока не проявляя интерес к траве. Похоже многие вокруг были уверены в своих силах. Юй Вань Кун Мин и Чу Фин не переставали повышать ставки. Джу Гэ Ху, Бай Си Алин и Дин Юань Цзи пока что молчали. Му Ю иногда повышала ставку на 500 кристаллов, но не слишком часто. Ху и также пока молчала. Помимо человеческой расы, было несколько демонических зверей, которые поднимали цену. В итоге спустя пару минут цена на кровавый водоросль поднялась до 80 тысяч кристаллов. Эта ставка принадлежала Ту Цинфзину, который сейчас гордо смотрел на всех. Для этой травы он не пожалеет кристаллов. Не сражайтесь с этим господином, вы просто не сможете. Предлагаю 500 тысяч кристаллов среднего класса. Сказать Ту Цинфин и дико рассмеялся. 500 тысяч кристаллов среднего класса? Да эта цена равна предмету небесного ранга среднего класса. Она уже намного превысила рыночную стоимость этой травы. Откуда у Ту Цинфин столько деньжищ? Лицо Юйвань Кунми наскорчилось. Вот не повезло. Когда я встречаю этого сумасшедшего, всегда приходится отступать. Проговорил Чу Фин скрипя зубами. Ту Цинфин поставил 500 тысяч, что уже превысило их возможности. Он их попросту устранил из аукциона. Кроме них, процентов 99 всех присутствующих было устранено. Во всем зале немногие могли продолжить бороться за эту духовную траву. Ну, похоже мне придется отступить. Улыбнулся Инхе, качая головой. Он посмотрел на ту Цинфина, который в этот момент также посмотрел на него. На лице Цинфина горела гордость. Можешь гордиться, но это ненадолго. Подумал Инхе. Мама. Хуюй был поражен. Он знал, что максимальная цена за эту траву могла быть 200 тысяч кристаллов, но никак не 500. Это что получается, что они упустили эту возможность? Черт. Хуюй был взбешен. Без этой травы его небесное тело Юнь не сможет продолжить развиваться. Из-за этого темп его тренировок очень сильно замедлится. Не волнуйся. На лице Хуи стояла уверенность. Увидев это, Хуюй немного успокоился. Старший брат Дин, кажется мы не сможет получить эту траву, сказали две девушки рядом с парнем. Все в порядке. Аукцион еще не закончен. Дин Юаньцзи уверенно засмеялся. Девушки, заметив такую уверенность, удивились. Неужели у брата Дин припрятан туз в рукаве? Но, насколько они знают, у них всего 250 тысяч кристаллов среднего класса. Младший брат предлагает 500 тысяч кристаллов, кто-то желает еще побороться. Лун Тянь выкрикнул, пытаясь расшевелить торги. 500 тысяч. Хе-хе. Многие хоть и не показывали это, в душе были очень потрясены. Они все пришли сюда, но в итоге столкнулись с Цинфыном, который попросту размазал их на аукционе. Семья Ту так богата, что делает клан Хуан. Нужно посоветовать им, чтобы они увеличили долю дани для них на несколько процентов. Драконы недовольно посмотрели на Ту Цинфына. 505 тысяч кристаллов среднего класса, сказал Дин Юаньцзи, поднимая руку. А, старший брат, Чжу Гэху, была поражена. Все нормально улыбнулся Дин Юаньцзи. Девушки, увидев это, осознали, что Дин Юаньцзи подготовился хорошо, но они не могли и представить себе, что настолько. Дин Юаньцзи, да как ты посмел мешать мне. Радость Ту Цинфына мгновенно улетучилась. Он злобно уставился на Дин Юаньцзи. На аукционе все равны, сказал Дин Юаньцзи. Ладно. 550 000. Ту Цинфын усмехнулся. Давай посмотрим, кто будет последним. 600 тысяч поднял ставку Юаньцзи. Ты. Лицо Цинфына немного оскорчилось, уверенность Юаньцзи заставила его почувствовать небольшую угрозу. Хотя он приготовил 700 000 кристаллов, 90% из них были не его, он их втихаря стырил из дома. Похоже, даже этого количества ему не хватит. Ребята, зачем вы так шумите? Этот кровавый водоросль заберет мой клан. Хейстарик медленно встал и посмотрел на высокую платформу. 800 000 духовных кристаллов среднего класса. 800 000. Какого? Все в этот момент забыли, как дышать. Клан Хэй? Когда Нин Ци услышал это, подсознательно посмотрел на старика. От него исходила аура, очень похожая на ауру Хэйши. Черт возьми. Ту Цинфын сел обратно на свое место. Это. Дин Юаньцзи почувствовал, что просчитался. 800 000. Ха-ха-ха. Ну раз клан Хэй тогда. Лун тянет душ и рассмеялся. Он думал, что аукцион на этом закончится. По его мнению, 3-х тысячелетний водоросль больше не мог стоить. Эта цена и так уже взлетела до небес. Он и не предполагал, что сможет продать эту траву так дорого. Но в этот момент кто-то повысит цену. 1 миллион сказала хуи. 1 миллион кристаллов среднего класса. Сумасшедшая. Эта группа людей сумасшедшая. Да эта трава теперь стоит даже дороже, чем 6 тысячелетний водорослы. Чу Фэн был в смятении. Кто эта женщина? Кажется, это мастер секты пятиядов. Бесполезная второсортная секта. И у них есть 1 миллион кристаллов среднего класса. Как это вообще возможно? Юй Ванькун Мин задумался. Отлично, эта трава моя. Ху Юй был в восторге. Он не задумывался, откуда у его матери было столько кристаллов. Ха, вот тена. Клан Хуи походу обломали. Тут Цин Фэн радостно улыбнулся, смотря на старика клана Хуи. Лицо старика тем временем помрачнело. Когда он собрался что-то сказать хуи, со стороны раздался голос. 1 миллион 500 кристаллов среднего класса. Кто это? Все посмотрели на то место, откуда раздался голос и увидели маленького боевого императора, поднимающего руку. Это был никто иной как Нинцы. Лицо Хуи в этот момент помрачнело. Глаза Хуи вспыхнули намерением убийства. Другим было любопытно. Тут Цин Фэн так вообще рот разинул. Это он. Лун Линье, вяло стоя на сцене, увидев Нинцы его как будто встряхнуло. Его глаза похожие на острые мечи, глубоко вонзились в тело Нинцы. Он горел бесконечной ненавистью. Невозможно, ты всего лишь боевой император. Откуда у тебя столько кристаллов? Выкрикнул Тут Цин Фэн. Нинцы посмотрел на него с презрением и сказал. Потому что я самый богатый боевой император. Не кричи предо мной. Если у самого нету денег, услышав это, Тут Цин Фэна чуть было не вырвало кровью. Глава 664. Глава 664. Этот младший брат действительно предлагает 1,05 миллиона кристаллов среднего класса. Может он перепутал с кристаллами низкого класса? Лун Тянь с подозрением посмотрел на Нинцы. Юноша был всего лишь пиковым боевым императором. Один го испытания жизни и смерти. Откуда у него такие деньги? Никто из не верил Нинцы. Все посмотрели на него, как на лжица. Младший брат, не доставляя хлопот палате дракона. Иначе худо будет кто-то обратился к Нинцы. Интересно, интересно. Инхэ посмотрел на Нинцы. По выражению лица и тону голоса можно было точно сказать, что Нинцы сюда пришел не проблем создавать. Такую уверенность в себе трудно скрыть. Самый богатый боевой император? Ты играешь со мной. Тут Инфэн взорвался. Он думал, что Нинцы специально над ним издевается. Если у тебя действительно есть столько кристаллов, тогда я отступлю и позволю тебе забрать этот кровавый водоросль, сказала Хуи, пристально смотря в лицо Нинцы. Мама, Хуи был в недоумении. Спокойнее, у него 100% нету столько кристаллов, прошептала ему Хуи. Хуи немного расслабился. Она права, даже если Мэн Цин Лин любит Нинцы, она никогда не даст столько кристаллов среднего класса. На такие деньги лучше купить два предмета небесного ранга среднего класса. Даже технику небесного ранга низкого класса хватит купить. Кажется, что Хуи делать ничего и не придется, его сегодня палата дракона попросту не отпустит. Хмыкнул ли Дон Цинь, наблюдая за происходящим. При любом раскладе он видел смерть Нинцы, из-за чего чувствовал себя очень расслабленным. Хм, я его где-то видел. Старейшина дома Дуань, смотря на Нинцы, погрузился в мысли. Старейшина, это Нинцы, один и кратко и в рейтинге дракона. Он уже был в нашем доме божественного дракона, сказал ему Дуань Мин Лун. Так это он. В глазах старейшины вспыхнул ужас. Он не ожидал увидеть здесь такого человека. Он знал, что его дом имеет неопределенные отношения с Нинцы. Также он слышал, что Дуань Цзюнь, находившийся в секте Юнь, дружит с Нинцы. Что думаете, он говорит правду или нет? Если он соврал, то палата дракона его не отпустит, спросил Дзикайся у своих товарищей. Это невозможно. Даже если бы я собрал все ресурсы в доме Му, то едва ли получил один миллион кристаллов среднего класса. Он всего лишь пиковый боевой император. У него определенно столько нету, сказал Мубай. Но все равно странно, по виду он выглядит уверенно. Пробубнил Цайвита. Давайте поспорим, ставлю тысячу кристаллов среднего класса на то, что он лжет, сказал Мубай. Мую посмотрела на Мубай, Цайвита улыбаясь сказал. Хорошо, поддерживаю. Старший Лун, вы будете вести аукцион? Нинцы посмотрел на Лун Теня. Ох, хорошо. Лун Тянь кивнул и взглянул на толпу. Если ли желающие поставить выше? Все молчали. Даже если у них и было предостаточно кристаллов, никто не будет тратить столько на эту духовную траву, слишком расточительно. Лучше подождать следующего шанса. Кроме того, таскать с собой столько кристаллов могут, наверное, только драконы. Один миллион пятьсот кристаллов среднего класса раз. Три. Продано. Младший брат, этот три тысячелетний кровавый водоросль в твоем распоряжении. Давай совершим обмен. Лун Тянь посмотрел на Нинцы и улыбаясь юноше, но в сердце думал, что если Нинцы скажет, что у него нету столько, сам лично его задушит. Лун Линь и тем временем был угрюм. Он единственный знал, что у Нинцы и вправду было столько на руках, не то что один миллион, для него и шесть было не проблемой достать. Хе-хе. Нинцы слабо рассмеялся, подошел к высокой платформе, взмахнул рукой и на землю обрушился огромный поток бурной ци. Перед Нинцы появилась гора кристаллов среднего класса. Чтто. Все разинули рты, толпа смотрела то на Нинцы, то на гору кристаллов. Кто-то несколько раз протер глаза, не веря самому себе. Да как? Ту Цин Фын позеленел, он не хотел в это верить. Откуда у него столько? Юй Вань Кун Мин и Чу Фын посмотрели друг на друга. Они завидовали Нинцы и в то же время им было стыдно. Дин Юань Цзи был очень спокоен. Байся Лин и Чжук Ху не знали о чем он думает, но его настроения определенно не очень хорошие. В конце концов, ему срочно нужна была эта трава, иначе он сильно замедлится, его техника, которую он практикует, не будет ждать его вечность. Увидев гору кристаллов, выражение лица Хуи несколько раз менялось. Ху Юй так вообще весь посинел. Лун Тянь выпучил глаза на Нинцы, он тоже не верил, что у этого юноши будет столько кристаллов. Очухавшись, он не раздумывая пересчитал кристаллы и убрал их в сумку, после чего протянул Нинцы нефритовую коробку. Младший брат, вот твоя духовная трава, большое спасибо. Нинцы убрал траву в свою сумку и незамедлительно ушел. Мама Ху Юй крепко сжал кулаки. Найди управляющего, дай ему тысячу кристаллов среднего класса, скажи, что я вызываю на бой этого парня. Ху Юй равнодушно вручила Ху Юю пространственное кольцо, а затем погналась за Нинцы. Старшая сестра, пойдем за ним, он получил траву, скорее всего он покинет рынок небесного демона, сказала Джоу Лунин своей сестре. Нет, я уверена, что он именно здесь примет кровавый водоросль, сказал Умалин. Такие вещи принимают тут же, иначе выйдя из рынка, тебя попросту ограбят. Поэтому она была уверена, что Нинцы не уйдет отсюда. Тем временем Лун Янье что-то прошептал на ухо Лун Тяню. Чем больше слушал Лун Тянь, тем темнее становилось его лицо. В конце концов, он махнул рукой и погнался за Нинцы. Лун Янье последовал за ним, его лицо озарила зловещая улыбка. Мальчик, тебе не жить. Глава 665 Глава 665 Наблюдая за тем, как за Нинцы погнались, Хуи и Лун Тянь, Юйвань Кун Мин и другие посмотрели друг на друга в недоумении. Что произойдет и планирует ли Нинцы сбежать с рынка? Когда Нинцы вошел в гостиницу, лицо Хуи помрачнело. Вскоре рядом с ней появился Лун Тянь. Мастер Ху, вы за этим ребенком? Прямо спросил Лун Тянь, увидев Хуи. Хуи посмотрела на Лун Тяня и указала на гостиницу. Он там. Хорошо. Лун Тянь нахмурился и спросил у женщины. Кажется, Мастер Ху хочет отомстить этому ребенку. Хранитель Дракона, ты хочешь заступиться за него? Глаза Хуи были мрачными. Сила Лун Тяня была намного выше ее. Он был как минимум боевым предком 4 Гуранга. Если он хочет помощь Нинцы, то ей придется отступить. Мастер Ху неправильно поняла. Я только что узнал, что он украл некоторые вещи у моей палаты Дракона и эти миллион кристаллов. Мне интересно, может ли Мастер Ху передать мне его? Спросил Лун Тянь. В этот момент Юй Вань Кун Мин и другие прибыли сюда. Они по совпадению услышали слова Лун Тяня. Теперь то понятно, откуда у Нинцы столько кристаллов. Неожиданно, те кристаллы он оказывается украл у палаты Дракона. А он смелый и хмуро, сказала Байси Алин. Старший брат Дин, похоже, что у тебя еще есть шанс получить духовную траву. Радостно сказала Джукс Ху. Дин Юань Кзи кивнул ей. Дуань Кзюнь следуя за своим старейшиной, также услышал слова Лун Тяня. Он обрадовался такому раскладу дел, теперь то Нинцы точно не выкрутится. Старшая сестра, похоже, нам не нужно предпринимать никаких действий, сказал Джоу Лунин. По какой-то причине Умалин все время чувствовала, что ситуация кажется слишком сложной для Нинцы. Подумав об этом, она вдруг удивилась. Все не так. Тем временем Ху Юй на всех порах, получив разрешение от рынка небесного демона, бросился к Хуи. Вместе с Ху Юй им прибыл Зверь Волк 8 Гуранга. С кем вы собираетесь сражаться? Зверь 8 Гуранга посмотрел Лун Тяня, а затем на Хуи. Губы Хуи слегка пошевелились. Зверь 8 Гуранга нахмурился и сказал. Насколько я знаю, этот парень только пиковый боевой император. Вы боевой предок 1 Гуранга. За тысячу кристаллов я не могу позволить вам вызвать его на бой. Этого недостаточно. Хуи слегка нахмурилась. Сколько будет достаточно? По крайней мере, 100 тысяч кристаллов среднего класса, сказал демонический зверь. Услышав это, лицо Ху Юя позеленело. 100 тысяч. Хуи была удивлена. Этот демонический зверь знаком с тем юношей? Наверное, иначе зачем ему так говорить? Вы не правы. Это просто правило рынка. Если бы любой боевой предок мог прийти и бросить вызов кому-то с низкой культивацией, то какова бы была безопасность рынка небесного демона? Ну, это имеет смысл. Тогда я подожду, пока он покинет рынок. Равнодушно сказала Хуи. Как знаете, кивнул ей демонический зверь. Вне рынка его не будут волновать их разборки. Я хочу бросить вызов этому парню. Сколько кристаллов я должен заплатить? В это время в разговор встрял Ту Цин Взин. Если Нинцы выйдет из рынка, то попадет в руки Хуи. Поэтому для него это единственный шанс поквитаться с Нинцы. Его разрывала злость в отношении Нинцы. Он не сможет этого забыть, если не прибьет его своими руками. Ты? Десять тысяч, сказал Волк. Восемь гуранга. Вот десять тысяч. Я хочу бросить ему вызов. Усмехнулся Ту Цин Взин. Передав десять тысяч кристаллов, Волк проверил их, подтвердив, что все точно он направился в гостиницу. Все думали, что Нинцы сейчас за шкирку вытащат, но никто не ожидал, что когда Волк выйдет, то с ним никого не будет. Его нет внутри, сказал зверь. Как? Выкрикнул Ту Цин Фин. Я видел, как он вошел в гостиницу Волк. Восемь гуранга бросил убийственный взгляд на Ту Цин Фина. Юноша столкнулся с ужасающим давлением и сделал четыре шага назад. Хочешь сказать?